так привет всем ребят играем с беном 80 водную карту на его шаблончике 2 w ml 6 а размер элька без подземки поторговались таким образом что за 2 500 точнее за 2000 он купил себе замок замок за 500 купил себе цвет поэтому якобы на старте у нас ситуация должна быть по крайней мере в теории немножечко интересней сразу же есть внешний рынок хорошие новости благословения сразу же склеп это тоже хорошо опа тут еще и обзор очка ребят так пока что я не вижу верфь наверное сразу же будем пытаться с вами залазить в склеп ну с большой долей вероятности не на сто процентов но гарпий тоже хорошо пришло по количеству в дальнейшем нам это тоже может очень сильно пригодится внешний рынок а вот мы кстати уже с вами добрались до рудничка лесопилку пока я не вижу и вполне возможно что она будет сверху я бы даже сказал что она там наверное есть наверное она там и есть но придется очень много кентавров пробивать я бы наверное сначала все равно попробовал залезть наверное в склеп хотя на некроземле склепик тоже такое себе может попробовать траглодитов хлопнуть что по героям кстати 2 до то есть он в два героя начал не знаю тренировался он или нет но кстати а траглодитов маловато у меня на старте может тогда и не лезть туда не значит тогда в склеп я не буду наверное рисковать попробуем сыграть через бихолдеров в таком случае феечки пойдут на единички гарпи я не буду брать вообще у него золото конечно намного меньше наверное это и послужило тому чтобы он меньше рисковал и больше золота оставил на отстройку города по сути возможность игры за замок я ему дал из за того что он признался что хочет торговаться за замок на водных шаблонах я не уверен что замок будет смотреться лучше не самое главное было просадить его по золото на старте игры ну что прикрываемся в таком случае как то так станем поехали выйти мся таймер такой что позволяет в принципе подумать так минус от нижнего мы тоже с вами закрылись ну и сейчас нам прилетит по траглодитом удар еще одну единичку наверно сольем в этом бою но зато меньше слили чем нам предлагали играем тоже кстати без дорог и да я вижу лесопилку сверху уже вижу поэтому наверное мы сейчас пропустим туда еще одного героя кто будет этим героем наверное синка у нее есть грамотность эта грамотность нам потом может ой как пригодится пока можно сказать что стартом я более-менее доволен я генерировал этот шаблон и видел что до зоны маленькие так что наверное вот тому что выпало можно даже по своему радоваться все значит тогда садимся на разгоне с вами таким вот образом и передаем ход дальше на бена так ну что же смотрим по героям пока отстает есть лоинс ну кстати герой хороший ничего я не могу сказать плохого о нем и давайте сразу же посмотрим похоже на какую-то маленькую трэжерную зону да с золотой шахтой здесь в принципе тоже можно сказать но на данный момент мне больше интересно вот эта вот зона поскольку она очень богатая я сейчас наверное со своей стороны синка сейчас тут заберет это тоже заберет и попробуем наверное побыстрее строить город и куда-то плыть потому что иначе мы не выпрутимся но у нас такой тут маленький залив и я не вижу дерево вот по дереву реально у нас будут проблемы но сидеть на одной зоне тоже не вариант поэтому будем где-то рисковать где-то использовать внешний рынок который нам с вами здесь выпал сейчас наверное пока даже не буду спешить что-то строить да так и есть сейчас мы ничего не будем спешить строить так берем с собой побольше армии и напрямую едем пробиваться здесь заодно лорелы сейчас где-то тут вот и а не не воровать из-под охран в смысле я понял так так без воровства так без воровства не вопрос я в принципе тоже за это говорит иногда охраны нет совсем но тут уж ничего не сделаешь ну да согласен что это печально когда где-то вообще не сдает охрану где она в теории должна была бы быть по скорости мы проигрываем поэтому будем закрываться ну и потихонечку так я предлагаю отдать одну единичку на то чтобы этот стек сразу пошел вперед и мы могли потом сразу же наносить урон тут тогда не спешим вырезаем а у ее я я зачем-то завыйтился снизу зачем-то завыйтился снизу опять же будем пробовать ловить на живца но блин с воздушками я тут конечно зафейлил и зафейлил сильно так так наверх и опять ловля на живца два траглодита слили по соте что уплывать прям шакти будем что ли или шакти будет сидеть дома дома его не очень хотелось бы садить до дома хотелось бы не очень ладно строим лодку что делать было бы в идеале если бы ларе лейка могла еще и разогнать главного героя но она к сожалению этого сделать не может все тогда давай сюда синка тоже мчит куда-то сюда и в этот день что у нас построек никаких префектура либо цитаделька так будем ли мы строить префектуру кстати это интересный вопрос поскольку по золоту я чувствую что будут проблемы хотя по золоту нам главное там доплыть главное доплыть давайте пока что просто цитку поставим и следующий ход так но если предыдущие ходы бен ходил довольно быстро то сейчас он уже ходил подольше наверное ход был более продуктивный и наверное он уже куда-то успел даже уплыть честно говоря дома кроме взятия склепа особо то и делать уже нечего кто у нас тут стоит симка свиток щиток кстати полезный думаю что есть смысл его тоже передать и наверное станем на внешний рынок пока что на этот ход мы просто строим гарпий они у нас не были отстроены дальше нам надо чтобы было 2000 золота и в то же время нужны самоцветы блин ну золото здесь много да но если я просто наберу золото но не наберу самоцвета у меня не станут минотавры поэтому я вот думаю может быть все таки сюда сбегать за минотаврами да ну ладно садимся что делать так варлейка давай-ка ты нас разгонишь таким вот образом потом передаст нам уже армии мы тогда будем что-то думать с вами так это изучено это изучено ну садимся тогда просто домой все равно делать нечего ну и все пожалуй следующий ход построить бы еще одну лодку но это финансово очень и очень проблематично делать так что у нас по золоту меня кстати знаете что нехило спасает это то что нам зашел джелар его 350 золота каждый ход они позволяют худо-бедно но видите не проседать по отстройке я бы сейчас но никак часов не не строил не если бы у меня не было героя который приносил бы мне достаточное количество золота это довольно таки интересно так раз раз что берем за одной гарпий тогда дам понеслась все шахте едет тогда сюда мы здесь не можем высадить только вот здесь да блин неудобно если честно ой сразу бой и там даже штормовики имеются семя вайт для начала раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать период 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 тогда лучше прикрываться наверное пытаться раз два три хотя скорость одинаковая не успеем мы прикрыться все не надо даже пытаться но поэтому поэтому это и и и и и и и и и Ладно, придется подставлять Но все равно чуть меньше, чем они предлагали Защита от магии Пока что, наверное, проигнорю Но будем иметь в виду на будущее Остальные просто стоят на месте Делать-то, собственно, нечего Долгие ходы соперника Но который, по крайней мере, пока не видно Чтобы он нас догонял Хоть какой-то плюс Ну что, теперь осталось только собрать Достаточное количество золота Но проще сказать, чем сделать Надо садиться в лодку Сколько делать тут больше нечего И готовиться к тому Чтобы плыть Вон туда за золотом А плыть нам туда аж три дня Блин, это очень долго Точнее, два дня плыть То есть, смотрите, сюда мы доплываем Например, это будет шестой день А встанем мы только на седьмой То есть, я минотавров так и не построю С большой долей вероятности С другой стороны мы можем заняться Вымениванием ресурсов Давайте посмотрим, что нам надо Десять самоцветов Десять руды Ой, ну про замок, наверное, можно и не думать Замок это вообще Не подъемная Ну, хотя Десять, десять, двадцать Короче, десять, двадцать И остальные ресурсы нам вообще не нужны То есть, вся надежда сейчас на симку Ну, давайте попробуем То есть, этих можно семь штук продать Есть Кристаллы Сера И ртуть Нам не нужны Правильно Ну, правильно, да Кристаллы Сера И ртуть Нам не нужны Поэтому их можно тоже смело продавать Кристаллы Сера Ртуть Так, дерево нам капает по два в день Правильно Так, капает по два в день То есть, дерево тоже, по идее, мы можем еще два продать Дальше нам тут надо Получается, двадцать То есть, тринадцать можно продать смело Таким вот образом Таким образом у нас встает Даже лабиринт Вот почему Внешний рынок считается имбой Он и на сто шестьдесят процентов имба А на двести так вообще неимоверное И сейчас вы наглядно видите Почему это так Как там дела у соперника Ну, вроде так же Тоже есть небольшой герой, который приносит золото Но это, конечно Мелочь Кстати, блин А никто не дотянется, да? Чтобы разогнать главного героя на лодке Почему же? Вроде дотянется То есть, если мы станем вот туточки Джиларушка А, кстати, нет, не факт У меня все-таки не дотянется, к сожалению Да, жаль Жаль, но никак Ну, что ж поделаешь Давайте ларлейку еще сюда перегоним В плане построек Нам только на замок осталось собирать Поэтому шестой день мы, наверное, не строим ничего А на седьмой Кстати, а на седьмой-то тоже, наверное, ничего С другой стороны Если джилар Возьмет склеп То Ну, блин, не знаю Даже если джилар возьмет склеп То у нас останутся Большущие проблемы На самом-то деле Но, возможно Есть смысл все-таки в склеп залезть Я к этому пока что больше склоняюсь Да, наверное, да Наверное, будем лезть Как ни крути Но даже со взятым склепом Шансы у нас Будем откровенны На замок невелики Даже очень Как бы нам сейчас Все это дело провернуть Так Интересно Все, шахти тогда поедет без армии Просто заниматься собирательствами А с другой стороны Мы же можем пойти взять склеп А потом армию передать на шахти И шахти даже с армией Поедет Может быть, замок даже заберет Правильно? Я думаю, что да Мне кажется Идея хорошая Но я, конечно же Не уверен на все 100 Как обычно Так, ну что Справа Справа По центру Справа Единички Блин, ну с нулевыми уронами Это действительно хорошая идея Как вы думаете? Что-то я уже не уверен Да ладно Все, пожелайте нам удачи Мы поехали Склеп вроде как небольшой Выпал Возможно, это даже хорошо Давай сюда Попробуем накинуть щиточек пока Wait Wait Давай наверх Тоже наверх Вниз Wait Wait Так Не подошли на ударную Дистанцию Пока Хорошо Хорошо Так, ну это уже опасненько На самом-то деле Пойдет Потерями я доволен И нам совсем чуть-чуть Не хватает Блин, ну это вообще Какой-то троллинг Если нам реально Не хватит Совсем чуть-чуть Золота На то, чтобы Отстроить замок Блин, ну вот как так Неприятный момент Чего уж тут Так Ну пробуем наменивать Может и выкрутимся Раз-два-три-четыре Раз-два-три-четыре Раз-ой-ой-ой Нет Раз-два Да ладно Ребят, вы это видите? Тютелька в тютельку Точь в точь До последнего ресурса У нас все Срастается В отстроенный замок Ой жесть Внешний рынок Я тебя обожаю Просто мега Отстройка Просто топчик Это было нелегко Но Мы сумели Выпадает месяц Могучей горгоны С соперника По городам Пока все так же Сразу же Подбираем свиток И надо бежать К городу А там уже Можно будет Купить нового героя И все такое Как добраться К городу Я пока Не вижу На следующий ход Я могу его забрать Ну в принципе Так и сделаем И тогда будем искать На тех зонах Где есть города Должны быть Шахты с ресурсами Вот именно Шахты с ресурсами Мне по сути Сейчас очень сильно И надо Иначе я лодок Не настрою Больше И это для меня Проблемно Стоп Меня еще одно Интересует А тут не получится Где-то поставить Лодку Так чтобы Можно было Через нее Пробегать Блин Жалко Жалко Возможно Это специально Даже сделано В героях То есть Проходов Уже Чем Две Клеточки Нет Иначе Возможно Это как раз И Виделось бы Очень читерным Моментом Давайте Префектуру Начнем Копить Золото С вами Как там дела У соперника Пока все так же Ну а мы с вами Едем забирать Город Для нас С вами Это жизненно Необходимо Нет Ну Потери Я думаю Могут быть И поменьше Однозначно Станем Так 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 И вот так Поехали Они Сами Подойдут Ударят По феечкам После чего А ну Кстати Снимать Ответки Нам особо То выгоды И не будет Ну это уже Немножко Другая ситуация Ну и все Лидерство Наверное пока Откажусь В этом Ай Я наверное Не могу построить У меня единицы Дерева нет Ё-моё Вот так вот бывает Ладно Пришло Вот мне их надо Будет выкупить На этой неделе Но надо Чуть-чуть Подождать А стоп Я же шахту Самоцветов Забрал Вот откуда Они мне капают Я и забыл уже Про это Стоп Если Если Прямо сейчас Мы Выменяем Самоцветы На Дерево У нас же Станет с вами Это верно Или нет Да И Хватит На скупку Одного Из героев Пусть Это будет Тот Герой Который Более Быстрый Мы его максимально Попробуем С вами Разогнать Чтобы он Успевал Как раз таки Побольше Делать И мы Уже Видим Что снизу Вроде как Делать Особо Нечего Пришло Время Покупать Еще Одного Героя Венуциэль Как Конечно Тоже Очень Топовый Герой Я Предлагаю Разогнать Всех Героев В том Числе И Джедита Он у У нас Поедет Кстати Я не вижу Шахт Я что Не в ту Зону Вышел Надо Будет По шаблону Перепроверить Вроде В зонах С городами Я видел Стояли Лесопилки И Деревни Но Здесь Пока Не вижу Ладно Есть Где В принципе Повоевать Ресурсы Но Когда Я сюда Бежал Я Немножко На Другое Надеялся Если Честно Еще Наверх Сбегать Да Там Тоже Есть Что Пособирать Так Ну Соперник Отстал По городам Кстати Движение Нигде Не видно Я предлагаю Гунарам Углубиться Еще Дальше В этом Направлении Нашли Все Таки Лесопилка Есть Значит Все Таки Это Та Зона О Которая Которая Я думал Смотря Смотря На Схем Шаблона Так Где Тут У меня Джедит Мне Надо Рудничок Вот Хорошо Отлично Все Рудничок Захвачен И Теперь Можно Будет Полноценно Заняться Сбором Ресурсов Шакти Я думаю Надо Вообще Отсюда Уезжать Мы Сейчас Заберем Всю Армию И Поедем Захватывать Другие Города В принципе Можно С грифонами Повоевать За ресурс А Подберут Их Потом Другие Ребята Если Что Забираем Забираем Сейчас Армия Конечно Уже Серьезно Так Поднакопилось Ну И Гильдию Я думаю Что Мы Строить Будем С вами Тоже В Родном Городе Стараться Это Делать Четыре Стека Неприятно Ну Вот Как-то Так Придется Попотеть Тут Потери Будут Потери Будут Большие Достаточно Нам Ну Что Продолжаем Наверное Стоять На месте Как-то Так Стараться Стараются Сжирать Один Конкретный Ударный Стек Пускай Наверное Его Жрут И Дальше Все А мы Потихонечку С вами Мчим На лодку Остальные Пока Никто Ничего Делать Не Может Мы Можем Моруту Разменять На золото И построить Еще Одну Префектуру Наверное Синка Этим И Займется Теперь У нас Уже Прирост По 2000 Золота Будет Эти За Каждый Ход Так Все Никаких Движений Так и Не Видим Неужели Там Сложная Ситуация Не Дающая Нормальную Возможность Развиваться Сопернику Ну Если Так То Для Интриги Это Тоже Плохо Так Нашли Лечение Гунару В принципе Тоже Тут Особо Делать Нечего Будет Бегать Собирать Ресурсы Которые Мы Отбили С вами До Этого Шактим Садится Теперь В лодку Ему Пришло Время Отсюда Уплывать Жаль Что Я Не Подумал О Его Разгоня Ну да Ладно И Наверное Пришло Время Начинать Отстраивать Гильдию Магов Покупать Книгу Заклинаний Потом Стрелочку Дают Ускорение Дают Замедления Кстати Нету Это Нехорошо И Перестройки Гильдии Нету Насколько Бен Не захотел С ею Играть Ну Ладно Что Следующий Остров Тогда Куда Мы Поплывем Это Может Быть Вот Этот Остров Будет Причем Мы Наверное Приблизимся Сюда Нам Передадут Армию И С Этой Уже Армией Мы Поедем Сюда Воевать И Качаться Да Наверное Именно Так Что Ребят У нас В гости Только Что Приплывал Соперник У которого Там Грейжиные Стрелки Были В наличии Копейщики Ну То Есть Армии Было Мало Очень Мало И Поскольку Он Приплыл Именно С этой Стороны Я Теперь Знаю Что Именно Там Находится Он Бежать Ли На всех Парах И Пытаться Его Убивать Я Думаю Что Пока Нет Пока Нужно Еще Немножко Развиться И Попробовать Сесть Побольше Островов Чтобы Даже Если Он Начнет Убегать От Нас Чтобы Ему В теории Ресурсов Досталось Как Можно Меньше Вот Он Приплывал Причем Он Плавает Главным Героем Абсолютно Нераскачанная Сильвия Почему Я считаю Что Это Главный Герой Потому Что В принципе То Он Плавает Со Всей Или Почти Всей Армии Это Меня Наводит На Мысль Я думаю Так Ну Что Шакти Подплывет Поближе Тогда Чтобы Мы Могли Передать Ему Армию Давайте Займемся Скупкой Нам Хватает На Всех Минотавров Поэтому Их Покупаем И Побольше Бихолдеров Наверное Передаемся Это у нас Кто Варлейка Да Дерево Выменивать Нельзя Нам Надо Его Копить Гарпий Конечно Лучше В Грейженом Виде Держать Но Пока Что И в Таком Виде Сойдет Так Ну Что Шакти Сразу Будет Воевать Специально Делаем Так Чтобы В этот День У нас Поменьше Простоев Было И С вами Больше Успевали Требя Треба 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Строить подлодки это жестко было бы... В героях... Кстати, а в этой зоне у нас получается, что нету верфи вообще... Да, здесь нет вообще верфи... Ну да ладно... Гунара тогда... Просто сделаем небольшую разведку... Станем где-то... Кстати, пока мы были здесь, нам надо было сначала пробить адские огончики, только потом уплывать... Это был бы более правильный вариант... Тогда бы мы хотя бы еще побегали в этой зоне... Но еще одна лодка очень сильно нужна... Чтобы лучше можно было сращивать цепочки... Но пока что, пожалуй, это все... Теперь армия уже не у главного героя со стороны соперника... Движение мы тоже не видим... Кстати, отбить золотую шахту было бы тоже очень-очень кстати для нас с вами... Наверное, мы с вами это и попытаемся сейчас сделать... Пробуем... Одному минотавра предлагают слить... Нам с вами наоборот этого не хочется, конечно же... Ставим минотавра внутри... И поехали... Без книги заклинаний все это пробивается гораздо сложнее... Так, троглодитами можно выйти сразу... Можно попробовать переждать... Если мы снимаем сейчас ответочку, то... Подставляемся в следующем раунде по 300... Нет, наверное, все-таки переждем мы еще один раунд... Правда... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй... А вот морали это уже плохо... Вейт... Вейт... По кому мы там стреляли? По вот этим, да? Сколько там двоечка еще? Лупанем по тройке... Пробуем добить... Заходит моралечка... Ну, пойдет... Магию воздуха под... Ускорение, которое нам, в принципе, дали... Давайте на гарпиях разгонимся... Шестая скорость... Отлично... Остальные стоят по местам... Единицы дерева не хватает... Я думаю, мы сейчас ее доменяем... Я не помню, сколько у нас там вообще, в принципе, постройки эти стоили... Оно нормально... Так, появилась еще одна лодка... Садимся... Джолар тогда... Занимает место Синки... Ну, а у РЛА здесь на месте... С краешку... Будет стоять... Пока что... Ну, так в плане построек даже не знаю... Самое главное, что здесь... Не соперник на меня не может напасть резко, да? Потому что он... Пока ты встаешь или садишься с лодки, ты много очков перемещения... Точно так же... Ладно, следующий ход... Будем ли мы здесь что-то отстраивать в этом городе... Пока что смысла не вижу, наверное... Так, соперника все так же не видно... Хотя, кстати, по дереву и Руде соперник лидирует... Но он, наверное, не транжирит его, так как это делаем мы... Я вот, знаете, что думаю... Раз уж мы здесь... Давайте еще одну шахту отбивать... Та же золото пока не буду подбирать... Чтобы... Высший шанс был, что я успею разогнаться... На самой шахте... 40 штук... Неплохо... Поехали... Ну и как хорошо... Должны встать, наверное, еще чуть-чуть поближе... В идеале... Нет, они прям подставляются под удар... Ничего себе... И мы тетелька в тетельку с вами успеваем разогнаться... Отлично... Так... Синочка должна будет в цепочку пойти... Есть, в принципе, небольшой план... Хотя я, наверное, не успею сесть в лодку на следующий день... Поэтому план... Навернется... Но, тем не менее... Пока будем придерживаться его... Поскольку лучшего плана нету... Реально... Большинством героев даже делать нечего... Мне как-то надо передать армию Нагунара... Чтобы он пробился в эту зону... И потом уже... С этой армией можно будет ехать куда-то дальше... Вкратце план какой-то... Такой... Делька заканчивается... Поэтому будем начинать собирать с вами бонусы... Ну и... Пожалуй, пока, наверное, все... Да, пожалуй, что все... Ух ты! Месяц Медузы... То есть у нас Медуз еще больше стало... Круто! И герой, кстати, топовый зашел... Ну, в плане... Того, сколько армии он принес, имеется в виду... Все, этого героя можно прятать, наверное... Хотя нет, пока прятать не будем... Забираем... Сейчас нам важно дотянуться до лодки... Мы не дотягиваемся... Ну а раз мы не дотягиваемся... Тогда, конечно, собираем... Ресурсы, которые здесь видим... Поэтому наш с вами план... Будет... Еще растягиваться... Ну, станем здесь вблизи... Чтобы потом можно было армию по-быстрому забрать... Движение соперника нигде пока так и не видно... Второго города он тоже себе пока так и не нашел... Ну, эти таки сделаем... Выкупим пока что этого героя... Надо потихонечку, наверное, заниматься какими-то улучшениями... Почему бы... Не загрейдить один из ключевых стэков пока что... Одна гарпия на разгон... Все остальные у нас, в принципе, стоят по местам, да, ребята? Да, вроде как да... Прибыл ход... Так, движений никаких... И все так же сильвия не раскачана... Блин, ну... Если он прям вообще не успеет раскачаться, это вообще будет провал... Так, ладно... Синка должна забрать у него армию... Передать все это дело на... Гунара... Подойдя к нему впритык... Гунар должен забрать армию у нее... Отлично... Отлично... И Гунар попробует как раз сюда же и пробиться... Причем больше ему тут армия не надо будет... Дальше он просто собирательствами будет заниматься... Не больше, не меньше... Так что вернет армию сразу же назад... Так, так... Так... Самое главное, что нет грейженого стека... Это прям удача... Но когда ты проигрываешь по скорости, конечно... Бои всегда не столь приятны... Пойдет... В любом случае меньше, чем они предлагали... И поехали, поехали... Все это дело собирать... Конечно... Можно было бы еще и кристальную шахту отбить... Все дела, но... Это долго... К сожалению, для нас это долго... Мы, если что, будем заниматься через внешний рынок... Вымениванием недостающих ресурсов... Так, что мы будем с вами делать... И строить... Продолжаем заниматься грейдами, что ли? Или, может быть, еще одну лодочку поставим? Вот, кстати, насчет еще одной лодки... Вроде как... Смысл-то в этом есть... Какого-нибудь аджета, да, отправить... Какого-нибудь аджета, да, отправить... Итого у нас уже будет три героя на лодках... Ну, грибные кольца поставим... Золото у нас выше крыши... Кстати, а если, типа, две лодки поставить, чтобы свободно можно было бегать... Это вообще реально или нет, так делать? Ну, по крайней мере, хотя бы ради интереса... Посмотреть, как... Это происходит было бы неплохо, мне кажется... И... А, тут даже два есть... Как бы нам даже не через эту зону приходилось потом... В океан выплывать... Просто если вот здесь не окажется прохода, это, конечно, будет небольшой провал для нас с вами... Надеюсь, искренне, что этого не произойдет... Ну, есть всего одно... Вот, наконец-то он начал качаться... 4-3 стало... На 1-3-3 только пошла раскачка... Ну, может быть, там, на день раньше это произошло, но не суть важна... Так, и поскольку мы с вами не доплываем до самого верха... Это говорит о том, что мы можем с вами сейчас попробовать... Загрейдить эту армию перед тем, как ее все-таки передавать... Поэтому синка подплывает сюда... Гунар мчит у нас вниз... Ой-ой-ой, книжка воды и тут не пройти... Ну, что ты будешь делать? А почему я золотую шахту-то не забрал, пока здесь был? Ой-ой-ой... Ну, кстати, книжка воды со своим хождением по воде... Блин, охрана, конечно, жесть... Охрана, жесть... Но надо иметь в виду... Это реально тема... Или, может, пока не грейдится... Но я думаю, что... Загрейдить армию, может быть, это и неплохая идея... Вообще, надо Джедита тоже отсюда убирать... Толку от того, что он стоит на месте... Здесь он может играть гораздо более важную роль для нас... И быть в разы полезнее... Нам как-то... Вот, я не знаю... Золотую шахту эту надо пробить в ближайшие дни... Как это все лучше реализовать, пока под вопросом... Ну что, Ларелейка забирает все это дело... Увозит домой на грейд... Грейд троглодитов, серьезно? Но этих-то ладно... Ну, вообще... Ну, я бы Гарпи лучше загрейдил... Но на них у нас нет серы... В принципе, эта серы сейчас может появиться... Вот таким вот образом... Теперь мы можем сделать грейд Гарпи... Вот... Здесь вообще всех ресурсов по одному надо... То есть, опять серу надо будет выменивать... Так, выкупаются все эти ребята... Гарпи у нас грейженные... Тут, кстати, тоже можно выкупить побольше... А это все пока что в городе... Я не знаю, есть ли смысл рисковать и подставляться... От соперника, который может быть где-то здесь... Ну, рискнем... Если что, сыграем тогда за другого какого-нибудь героя... Что может сразу тогда... Единичку серы... Да... Наверное, как-то так... Так, и у нас есть еще один... Непроверенный герой... Который тоже должен в цепочке играть... Одну из важнейших ролей... То есть, у нас сейчас план... Отбить золотую шахту... После чего передать армию на шакти... И поехать отбивать серную шахту... А дальше, если окажется там проход, то едем на соперника... Если нет... Ну, тогда беда... Тогда, наверное, придется возвращаться в эту зону... Плюс песочную... И в этих зонах тогда уже... Смотреть, что мы будем делать с вами далее... Как-то так... Спасибо за подписочку, ребят... 4 и 3 пока все так же остается... Ой, сейчас нам реализовывать этот сложнейший план... Кстати, надо будет дипломата обязательно выкупить... Возможно, именно на дипломатии мы с вами разовьем наш успех еще больше... И хочется заградить сейчас пока что бихолдеров... Отлично... И получается, что именно троглодиты... У нас больше всего тормозят... Мешают нам... Ну, ничего страшного... Ну, такая вот армия в итоге получается... Так, передаем сюда все это дело... Правильно, свитки отдали, отдали... Едем назад... А вот теперь по поводу синки и аджета... Есть вопросы... Я бы такой, что передать барну именно на аджета... Если это возможно... Это возможно... Хорошо... Кстати, зря я стал убегать... Надо было все-таки забрать гарпию, чтобы ее тоже загрейдить... Ладно... Это полбеды... Так, становимся здесь... Дальше... Работает... Наша почта... Так... Армию будем передавать на Гунара... Создает еще и водяные зоны... Ох, сейчас конечно больно будет сражаться, но надеюсь что съедаться будут именно троглодиты. А могут ли они съесть больше троглодитов, но меньше гарпий? Наверное навряд, но можно же им типа посоветовать это сделать, не так ли, каким-то таким макаром. Они как бы соединяют сухопутные, но видимо они всегда маленькие, даже когда сухопутные больше, ну может быть, да, может быть. 14. Придется, наверное, стоять на месте. Но есть шанс слить кого-то поважнее. Прилетело все-таки, да? Ну ладно. Но в целом потерями можно сказать, что я даже и доволен. 3. 2 шага. Так, передаст ли он на аджета? Успеет ли. Ой, какой красавчик. Вообще тютелька в тютельку, как обычно у нас это любит срастаться. И теперь уже аджет спокойно передаст армию на синку. Синка, в свою очередь, на шакти, хотя она не дотянется до шакти, что тоже довольно интересно. Тогда вы знаете, что еще мы можем успеть сделать с вами? У Джиллара есть мувы? Есть. Я хочу загрейдить троглодитов и пусть этим займется Джиллар. Гарпиона разгончик. Это у нас с разгоном вообще какой-то бред получается. Давайте шакти пока посмотрим. А, нет, здесь проходов нету. Ясно. Давайте тогда пока что припаркуемся. И вот теперь уже, пожалуй, для джигита с этой стороны особо-то и занятий и не осталось. А синку мы поставим повыше. 2, 2, 2 и она, кстати, немножко не дотянется. Блин, ну у нас все немножечко затягивается на целый день в таком случае. Давайте почитаем, что там писал. Чем больше зон, тем больше и водных зон получается. Ну и объекты появляются в большем количестве. То есть эти водные зоны, они немного незаконные, недокументированные. С помощью шаблона ими управлять нельзя. Но это да, в этом плане я согласен. Так, что у нас там за сообщения были на 8 типа джебуса? Ну, на 8 обычно с компьютером играют. Excel плюс U шаблоны. 8ММ6А, 6ЛМ10А. К примеру, мини-ностальгия. Но это, опять же, больше заточенные шаблоны. 4, 3. Пока все так же дела идут. По золоту, кстати, соперник вышел вперед. В который раз он подплывал поближе к нам. Да, мы не успеваем, к сожалению, подвести армию. Но скупиться все равно попробуем как можно сильнее. Грейт троглодитов возможен. Да, возможен у нас, наконец-то. Теперь хотя бы они нас чуть меньше замедлять будут. Что уже хорошо. Гарпио грейдим, которая у нас была не грейженная до этого момента. Ну и стрелков набираем как можно больше. Все, думаю, этой армии будет достаточно. Плюс-минус. Ларрелейка. Попробует передать на синку. Так, отлично. Синка тарабанит все это дело наверх. Ну а Шакти что? Шакти пока просто пособирает ресурсы. Хотя может быть тут ему и надо стоять примерно. Надо куда-то запускать аджета. Но я думаю, что аджет нам будет полезен именно с этой стороны. Чтобы разведать оставшуюся зону. Которую мы пока что с вами не контролируем. Джедита, наверное, надо спрятать. Хотя с другой стороны нет. Прятать мы будем Гунара. Потому что он нам не нужен. А Джедит он все-таки герой полезный. У него есть грамотность. Которую мы с вами и попробуем использовать. Если что. Себе в плюс. Так, приходит ход. Давайте с вами тогда передаем армию дальше наверх. Посматриваем в сторону соперника. Вроде пока не очень качается. А вы знаете, я даже с синкой буду полностью выходить на эту территорию. И это будет связано с тем, что ей потом надо будет разбежаться. Тут что-то похожее на... Обзорку где-то я видел. Блин, или это не здесь было? Я... А, я может быть на вот это вот подумал. Или нет? Или на вот это? Хотя только горы... Ладно. Наше дело чистить зоны. А не размышлять, что же там такое. С одной стороны можно повоевать. С другой стороны повоюем. Отлично. Сразу же тогда с вами и разгоняемся. Разгоняемся. Таким вот образом. Армию нам на следующий ход передадут. А, хотя стоп. Так мы вот так вот сделаем. Остаемся на разгоне. И садимся в свою лодку. Отлично. И готовимся уплывать. В таком случае. Гунара прячем. Он свою миссию... Хотя почти выполнил. Почему? Он у нас поедет как раз таки вот сюда. Джедита как раз таки мы с вами... Назад. Загоним сюда. На внешний рынок. Кстати, экономика теперь уже очень хорошая становится. Я вот даже думаю, а не начать ли нам отстраивать второй город потихоньку. Типа кузницу пока влепить. Ну, а тут пока такой агрейдами заниматься потихонечку. Того, что и так есть. Ух ты, хорошая зона. Тоже трыжачок. То есть, получается, вот это у нас трыжачок. Вот это трыжачок. И тут, честно говоря, тоже похоже на трыжачок. Но только такие, знаете, слабенькие трыжачки. Вот этот сильный трыжак. Вот этот пока не видно. А вот этот трыжачок, он очень слабенький пока. Но мы еще не все разведали. Поэтому, может быть, что-то там толкового мы с вами еще даже успеем и найти. Так. Ну, движений со стороны соперника пока нет. Вроде все спокойненько. Блин, ну а то же там тут, кроме как, совсем небольшую разведку сделать, особо ничего и не получится. Просто отсюда уходим. И... Так, ладно. Синка сейчас должна передать сначала армию. И только после этого она уже попробует поискать, а нет ли с этой стороны у нас верфи. Но пока ее не видно, осталась маленькая часть. Поэтому Шакти придется разворачиваться. Стать как-нибудь так, куда сможет кто-нибудь дотянуться и разогнать. Да, где-то там вот мы и станем. То есть Шакти поедет у нас по надберегам. Так, получается Джилар должен достать и разогнать Шакти. Причем даже на девятой скорости почему бы нет. Джилар. А, так он тоже впритык тут успевал. Ясно. Лорелейку все равно пока будем с вами где-то здесь держать. Именно здесь она может кого-то разогнать. Тоже пока где-то так стоять. Ну и продолжаем с вами отстраивать наш второй город. Если отстроим с вами ангелов, будет круто. Ой, ребят, мы с вами же забыли, что надо дипломата выкупить. Потому что без дипломатии у нас не будет плана Б. А это уже плохо. Ну, так больше. А мы ее, кстати, вот сюда поставим. Здесь она нам сможет даже где-то в какой-то момент ей помочь. Все, расставились под конец недельки с вами. Ух ты, еще и неделя Алибарщика началась. Представляете, и соперник наконец-то добрался до второго острова, где как раз таки и была армия. Так, а куда у нас успеет Шакти пробежать? Может, за ящиком Пандоры? Ну, блин, оно болезненно будет пробиваться. Здесь тоже болезненно. Но именно здесь находится верфь, которая позволит нам выйти в океан. Давайте тогда Синка пусть проверит, если она здесь найдет все-таки верфь. Да, и она находит верфь. Значит, тогда именно отсюда можно будет отправиться к сопернику. Наверное. Да, именно так. Здесь просто самый безболезненный вариант пробивки у нас получается. Поэтому я и предлагаю именно туда отправиться. Плюс у нас уже там немножко налаженная система. Ух ты, Мантикор можем даже построить. Серьезно? Это интересно. Дорого, но интересно. Так, стоп. У нас еще есть Гонар, который забирает бонусы. После чего мы можем его даже спрятать. Затем в городе мы с вами можем порталы строить бестолку. Нычек у нас нету. Вот, кстати, еще приходит часть армии. Которую мы тоже можем с вами загрейдить. Самое главное это Минотавры. Давайте немножко наменяемся на золото. Потому что Минотавров хотелось бы выкупить всех. Которые у нас тут и есть. Так, Гарпии. Вот как-то так. Передадим тогда сюда. Джалар садится в лодку. В принципе, с вами уже определились, куда мы пойдем. Ну, Ларрелэй на месте. Хотя вообще, вообще, возможно, есть смысл еще одну лодку покупать. Надо про это подумать. Причем, под дипломата это делать. Ну, пока что недостаточно, но скоро будет достаточно. Ларрелэйка садится на внешний рынок. Джалар ушка. Передает армию на Шакти. Ну, вот как-то так. Кстати, вот мне не нравится то, что Шакти у нас без книги заклинаний бегает. Вот это, конечно, уже полнейший бредик. Так, ну, а так героев надо уже отсюда убирать потихонечку. Домой Джедит все так же продолжает стоять и ждать. Каких-то полезностей. А книгу воды мы вот прям реально забиваем на нее и не поедем брать, да? Получается, что так. Это у нас синка, которая уже отходила. Правильно? Правильно. Все, следующий ход. Так, как там дела? Еще один герой. Появился. Ну, Шакти надо разгонять. Тут без вариантов. Мы, в принципе, с вами так сейчас и сделаем. Так. Пробить бы этих... Кстати, ну, вообще да. Вообще да, пробить бы их очень даже не мешало. Но спешить в этом деле все равно не будем. Разгоняем Шакти пока что. Дальше. Дружанка наш, давай наверх. А тут точно прям, да, вот на сто процентов нету. Может, вот здесь где-то вербь закралась. Кстати, сюда бы... А, ну, в принципе, мы договорились не воровать из-под охраны. Ну да. Тогда без толка. Лодок у нас там целая куча получается уже с той стороны. Так, что мы с вами придумаем? Может быть, конюшенку тогда пока поставим. Хотя это дорого, но с другой стороны пусть будет. Лишней эта армия явно не будет для нас. Что, продолжим заниматься грейдами тогда? Ну, портал вызова без толку. Пока просто следующий ход, да? Да. Опа. То есть соперник либо в этой, либо в этой зоне. А может быть, это даже одна зона, что скорее всего. 0-3-3. Что он, пересел что ли с одного героя на другого? Пока что не очень понял. Так, Синка. Передает армию. Давайте подкачивать Шакти. Только Синка должна отойти чуть-чуть. Может быть, арты хорошие выпадут. Может же такое быть. 50 штук. Сверху, снизу. В принципе, что там, что там. Закрываться примерно одинаково. Поехали. Стоим на месте. Так, ну, главное, чтобы моралик не было. Как раз-таки из-за моралик все может стать в разы хуже. Так, ну что, снимаем ответочку тогда. Подставляться нежелательно под второй стэк. Так, гарпия сверху. Тут вейт. 15. Снимаем ответку. Ой, ну из-за морали. Все из-за морали пошло не так. Больше троглодитов слили, чем надо. Так, элементали земли. Ну, на случай, если у соперника есть какая-то... Ну, вообще, да. Должны пробить, я думаю. Тоже со снятием ответок. Это все со снятием ответок должно браться. Попробуем тогда сверху разобраться. Там у нас будет один дружань. Стоп. Нет, не так. Ты давай сюда. А вас поставим по центру. Поехали. Посмотрим, как они разойдутся. Немножко не так, как мы думали. Ну, чего мы хотели, в общем-то. Ну, нет, наверное, на всякий случай ответку снимем, потому что мало ли как там будет в будущем складываться. Тут тоже снимаем с вами ответочку. Да, наверное, снимаем ответочку. Хорошо. Ну, а тут надо отойти. Спешить с вами, пожалуй, не будем. 400 это десятка. Минотавра солью, если ударю сразу. Ну, кем-то снимать ответку придется. Ладно, пока на месте. Кстати, гарпиями можно разрулить. То есть, долго, нудно заниматься их разводкой и просто в итоге выбить именно гарпиями. Продолжаем стоять. Снова удар гарпий. Ну, чуть-чуть повременим. Не будем спешить. Блин, надо было бить, как показывает практика. Ладно. Тоже чуть больше потеряли, чем могли бы. Поиск пути с учетом снежной зоны и так далее. Возьму так и быть. Логистику тоже возьму. Выбить гидр без маны будет сложновато. Да и вдруг там магия. Не знаю. Нагобанк может попробуем брать с вами в ближайшее время. Ну, а Синка пока разгоняет главного героя. Встанем здесь. Аламара чуть-чуть вниз. Если надо будет делать какой-то подвоз. Дерево не хватает, да? Тогда цитадельку с вами ставим. Так, смотрим. 5-3-1-2. То ли достал артефакты, то ли я даже не знаю. Но похоже на то, что достал артефакты. Ладно, Синка передает армию. Мы едем с вами дальше качаться. Побольше единичек по центру. Хотя нет, наверное, вот так по центру. Вот так по центру. Так. Ну, в общем, взятие будет у нас очень интересное, мягко говоря. Слева. Как-то так. Какова величина? Да. Небольшой вроде как. Ногашничек. Кстати, на габанке, поскольку мы играем с плагином, который называется Бен Бакфиксис дает серу. Ой-ой-ой, тут надо отходить. Единичка. Отбежали. Единичка. Единичка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж, по моралям-то нам тут выпало. Совсем не то, что надо. Печально. Вейт. Ну, главное, чтобы не моралились. Будут моралиться опять. Пойдет беда. Да. Похуже подрались, чем, в принципе, нам предлагали изначально. Но это из-за моралей. Всегда, когда ты собираешься передираться и тебе что-то не понравилось, ты всегда должен понимать, что там могут быть эти самые моральки. Ну что, пришло время построить лодочку и даже сразу же в нее сесть. Собираемся плыть на новые острова. Теперь по поводу синки. Нам здесь надо выстраивать сепочку, да. Пока что останемся на разгоне. Так, тут на месте, тут на месте. Блин, ну у нас там лодками уже все заставлено. Все туда плывут, а назад никто не возвращается. К большущему сожалению. проходов не хватает. Скоро затоплять вообще корабли надо будет некоторое. Медуз побольше. набираем. Ой, не то, не то, не то, не то. Конечно же Ларе Лей. Сера. Всего по чуть-чуть в общем набираем. и назад. Ну а Ламар останется пока тут ажжем. Передаем все на Аджита, и Аджит попробует еще немножко армии доподвести. Хотя, конечно, с каждым разом делать это все сложнее и сложнее. Еще и чтобы это как-то срасталось там. Гильдию надо строить. Вот что сто процентов. Чем быстрее мы получим с вами дверь измерений, тем лучше. Ну а единственный город, где мы с вами можем попробовать это сделать, это здесь. Плюс собирание ящиков в Пандор может нам в этом деле очень сильно тоже помочь. Так, как там дело? 7-3-1-2. Неужели все-таки этого качает? И более того, я перестал видеть передвижение. И я понимаю, что сейчас даже армию не смогу эту использовать, которую Аджит подвезет, потому что мне надо будет сейчас синкой передаваться сюда? Ну, к сожалению, но это приходится признавать. И пока придется воевать именно той армией, а Шакти должен будет ехать у нас вслепую в зону, в которой есть один из героев соперника. Так, это интересно как минимум. Давайте с вами посмотрим, что тут у нас имеется. и почему соперник отсюда не вернулся. Это тоже интересно. Или может быть нам лучше слева с вами высадиться в одной из зон. Кстати, слева мы тоже можем высадиться. Пока что зоны слева мне даже больше нравятся. да, давайте так и сделаем. Вот только вопрос лезть ли нам сразу на птиц довольно интересный. Вообще артефакт такой, что ну не настолько он хорош, да? И еще одна золотая шахта, которую мы можем попробовать отбить с вами. Ну остальные у нас остаются пока что по местам. Что рынки кузницы отстраивать в таком роде все. Башня грифонов. Но она не требует дерева, поэтому давайте и грифонов отстроим. Пусть щай будет. Но остальные у нас никто плавать не может, поэтому следующий ход будет вот-вот. И все. следующий ход, да. Как-то так. Так, приходит ход. Движений со стороны соперника мы не увидели. Неужели он сюда приплыл и проиграл был какой-то бой? Пока что не очень могу понять. Но с учетом того, что здесь золотая шахта, это значит, что наверное здесь города нет. Я сейчас даже на схеме специально посмотрю, но по-моему не было. По-моему, если я не ошибаюсь, не было там такого. В общем, ладно, не могу найти, но вроде не было. Если что, что гноликов мародеров попробуем с вами может быть хлопнуть. Охрана в принципе довольно легко должна для нас пробиваться. причем гораздо проще, нам предлагают по идее. За счет двух топовых юнитов, которые у нас есть. Лишь бы морали не было. Будут морали, конечно, будут и потери гораздо больше. Хорошо. Без потерь спокойненько разобрали. и начинаем с вами стрелковая охрана. Шахта самоцветов, которую соперник не захватил кстати пока. И непонятно, но по идее там проход будет, стало быть. Попробую. Стоп, прикрывать нам надо даже несколько важных юнитов. в эти важные юниты у нас входят и гарпии тоже. Ой, нет, не получается нормально закрыть. Наверное, вот так вот с вами даже сделаем, чтобы они единички грызли. Я почти уверен, что они будут накидываться именно на единички. Все, пошла жара, можно открываться теперь. Вот так вот с потерей одной единички. Ну, нет, золота нам не надо. Берем тогда поиск пути. Раз такие дела. О, так можно наверх пробежаться даже. Минотавры. так, так, передаем сюда армию. Синка получается все это дело забирает потихонечку и в принципе нам надо делать подвоз. хотим хотим того или нет, поэтому садимся на корабль. Дерево очень быстро уходит, я поэтому и писал по поводу того, что здесь чуть ли не в каждой зоне надо лесопилку ставить, потому что с лесом постоянно большая и большая беда, мы просто не успеваем с вами вовремя все строить. Ну, беда, беда, да. Все, следующий ход. Теперь для нас по сути интересный вопросик. Так, а он отсюда так и не уплывает, да? Продолжает оставаться там. 50-99, не, это сильно много. Это на полном серьезе слишком много. Можно попробовать, ну, блин, даже лечей пробивать пока что проблематично. Можно, в принципе, с птичками повоевать аквариан, тем более их там не должно быть слишком много, я думаю. но есть птицы грома, это уже проблема. Спрятали, спрятали, поехали. Тут уже потери будут, и потери будут хорошие, но хорошие не для нас, конечно же. Угу, то есть можно бить, да? Хорошо. Блин, и нельзя отойти, иначе по гарпиям налетят вейт, и сейчас прилетит по гарпиям как раз таки. Да, прилетело по гарпиям, как мы в принципе и предполагали. 11 гарпий отдали, зашла стрельба, с учетом магии земли, доспехов нет, я вот думаю, может быть, отказаться от стрельбы. Стрельба. Ну, хотя нет, у нас будет два стрелковых стека, наверное, все-таки возьмем. Плохо, что одного шага теперь не хватает, чтобы сюда сесть. Вот это уже действительно проблемы. темы. Что, попробуем высадиться посмотреть, что у нас тут, да, в этой зоне. Или лучше станем с вами туточки. Вот. 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 Знаете, что можно? Хранилище ресурсов построить. Но, правда, нам пока даже на рынок не хватает. А кто у нас стоит на рынке, кстати? Нет, не ты. Лорелэй. Вымениваем одну. Мы, кстати, гильдию с вами таки не строим. Все еще. строим рыночек, да? Да, надо было уже давно начинать отстраивать именно гильдию магов. Мы как-то ерундой страдаем. так, Кристаллов, кстати, Седьмой день. Стоп. Мы можем вообще мантикор с вами построить. Это вообще, наверное, лучше всего. Ну, в плане подвоза армии имеется в виду. Реально топовый вариантик. Так, и это у нас аджет. Вот именно аджета мы будем использовать на подвоз армии. Поэтому сразу же его садим и в ближайшее время попробуем организовать еще какой-нибудь подвоз. Если что. Можно даже поставить аламара выше, чтобы проще на аджета было передавать армию. Месяц Пегаса и Пегаса перекрывают здесь проход. Ну, ладно. Это еще полбеды. Кто там приходит? Еще нам немножко армии приносит. Но мы пока разберемся с той армией, которая уже есть, я думаю. Так, а на грейд нам надо единичка дерева. Выменяем ли мы, чтобы сразу же и Скорпикор брать? Ну, в принципе, я думаю, можно пока и без грейдженных Скорпикор обойтись более чем. Как-то так. Стоп, 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 стоп. Где наш Гуня? А, мы Гунара вообще спрятали. Понятно. Что мы с вами еще можем? Может быть, Гарпий, да? Все-таки Гарпий это у нас топ-1 юнит в большинстве случаев. Точнее, один из топ. Все, Аламар забирает. Сейчас подъедет Аджет. Желательно встать где-нибудь так, чтобы него успели передать, и он еще успел и высадиться. Пока что вроде успевает. Аламар отличненько передается. и Аджет едет дальше. Но сращиваться цепочки у нас будут не очень быстро. Вот смотрю, тут какая-то конная охрана стоит. Так, Синка получается ни на кого ничего передавать не может, поэтому Шакти у нее армию заберет в принципе сам. А вот из интересного с одной стороны Синку можно поставить снизу, но с другой стороны все равно в течение раунда не передадут на нее армию. Поэтому можно попробовать немножко разведаться. Посмотреть как тут дела вокруг. А это Пегасы, через которых можно тоже попробовать пройти. Но эта охрана кстати для нас уже более пробиваемая чем некоторые предыдущие. Что побегаем с вами в этой зоне или как? Квест какой-то просят? Ну да, мы наверное хотим с вами побегать повоевать, тем более грейженого стека здесь не оказалось. Мы это с вами сразу увидели. не давайте чуть-чуть назад вот так вот и ставим с вами медуз. Что будут бить по медузам или скажут нет? пока пока что вроде не захотели ну и все единичку только с вами потеряли священный брелочек говорят привезите так и вот тут начнем шахты у соперника отжимать мы с вами в принципе видели что он тут бегал так а где у нас кристальная шахта а так это может быть кстати хорошая у нас по крайней мере это трежерная зона была очень хорошая значит вполне возможно что и для него она примерно такая же ну а так в принципе следующий ход что тут еще скажешь ларелейку можно спрятать при желании сюда выпустить гунара гунар в свою очередь забирает бонус и садится назад после чего мы опять выпускаем ларелейку которая точно так же остается на разгончике ну и она продолжает заниматься своими же делами так пять руды будет пять тысяч золота будет то есть чем быстрее хранилище ресурсов построим тем лучше так что мы видим бен 80 покинул игру что случилось со связью проблемы а критическая ошибка вылетела интересно сейчас узнаем мне грузить или ему так в этот раз вроде крашика не было движение со стороны соперника как не видел раньше так не вижу и сейчас и синочка у нас продолжает исследовать неизвестные для нас зоны ну а тем временем продолжает у нас бежать аджит вообще если бы была какая-то возможность эти корабли вернуть назад но этой же возможности нет вот в чем прикол до тех пор пока мы не захватим один из его городов это будет продолжаться и дальше я вот думаю очень большое количество обелисков может быть попробовать грааль построить что ли как думаете посмотреть хотя бы где он находится ну как минимум было бы наверное ух ты ё-моё ну скажу я вам это стоящие вещи тоже хорошая трыжа так ну стрелков это как раз таки мы с вами в состоянии пробить они вообще даже не захотели драться там улики и ещё одна зона соседняя её мы тоже с вами попробуем проверить по шурику так сказать так а что на гм кристаллов не хватает да не хватает кристаллов давайте тогда посмотрим с вами где мы их можем выменять кристаллы эти все гм2 пошел что там далее ну воздушная стрелочка есть уже хорошо будем с вами так считать ну и следующий ход наверное да так смотрим какая там ситуация у соперника 3-5 ну мне сложновато с ним будет воевать если опа и кто здесь это сильвия ребят так это интересно это реально как минимум интересно то есть он может помешать сращиванию нашей цепочки если что кстати а может быть его зона вообще здесь это будет провал может он поэтому и спешит вообще домой но самая сильная охрана у него не на сильвии ну там охраны ну точнее армии и правда не очень много да ребят это похоже его родной город в который мы сейчас едем нашим шакти ну что же тем интересней будет вот собственно и сам город уже виднеется так и герои у него уже ангелы есть но внутри города особо больше никого и нет ангелов несколько имеется ясненько но армии мы потеряем тоже очень много когда будем с ним сражаться замок отстроен ясненько кто-то из героев у него еще там находится ясненько так это у нас тут кто находится аджет аджет может сесть и купить лодочку но блин я не уверен что он пробьет вот эту вот армию со стороны соперника поэтому может быть чуть-чуть повременить и подождать нам с вами тогда заодно может быть подвести чуть-чуть попозже блин как же мы умудрились книгу но у меня это уже в порядке вещей конечно так долго не покупать книгу для главного героя без книжки будет очень тяжело с книжкой тоже не намного проще бы стало но тем не менее да вот если бы мы вот здесь тогда освободили героя возможно он был бы с маной и это решило бы нам целый ряд вопросов но пробивать минотавров еще в грейженом виде это очень больно всегда так ну что будем делать наверное давайте все-таки купим лодку попробуем по крайней мере наменяем на нее сейчас ларлейкой захочет ли он с нами тут воевать вопрос есть три гарпии если что стрелки имеются посмотрим в общем ладно я думаю повоюем если он решится все-таки восьмая скорость против седьмой с его стороны то есть как минимум стрелять мы должны первыми суббота и собирать нечего да ну со склепами ему четко зашло вот откуда он брал золото поначалу ну ладно следующий ход наверное я давайте джелара сюда вообще у нас уже стоит один герой готовый садиться и заниматься подвозом армии но это слишком долго попробуем разменяться с соперником если получится забрать у него город сколько же у него там ангелов интересно насколько давно он их построил этот вот вопрос очень и очень интересен и сам замок конечно долго будет падать смотрим чтобы точно все отходили ключевые ну вроде ключевые да итак что мы видим соперник на нас выбежал даже сам так сколько у него ангелов 3 и он кастовал сразу же камни кожу отбиваться нам особого смысла я думаю что нет поэтому попробуем с вами как раз таки стараться бежать по большей части в атаку наверное а у него ооо я даже расставиться не могу но это тогда вообще все очень плохо прям хуже некуда разменчик идет ну ладно и в отличии от нас он улики все таки собирал 15 монахов нормально так скупился ну что стрелки у него одни вот по ними стреляем минус 2 монаха всего лишь пробуем закрыться как нибудь наверно ему придется идти в нашу сторону с большой долей вероятности что приложимся тоже по монахам девять штучек так и с маха и Ну, бой для нас тяжелый, конечно, очень сильно. У него есть время подумать, по кому лучше всего стрелять. Монахи наносят урон 66. А, они дважды стреляли. И он решил снять единички. Ясно. Ну, это тактический больше ход. Вот, чтобы мои стрелки не были прикрыты. Ясно. Ну, тогда ангелы и крестоносцы сейчас для меня тут несут, наверное, наибольшую угрозу. Так, и он сразу же подходит. Шестая скорость против восьмой. Ну, понеслась. По боевым статам он намного сильнее. Из-за этого нам придется с вами в определенный момент даже откупаться. Постараемся разменяться в плюс. А это здесь сделать будет крайне и крайне сложно. Чем хуже будет пробивная сила, тем лучше. Блин, жаль. У него там арты классные лежат. Вот, если бы мы их у него из-под носа забрали, было бы хорошо. Но я не рассчитывал увидеть здесь прям его зону сразу. Так что, может быть, мы сейчас очень быстро даже вернемся. Ну, не может быть, а реально. Может, конечно, случиться ситуация, при которой он нам даже сбежать не даст. Это прям будет печалька. Ну, зато мы знаем, что у него есть экспертная магия земли. Есть ли у него замедление, пока непонятно. Посмотрим как раз таки. И вообще, посмотрим, сколько золота у нас есть с вами на откуп, если что. Так, подлетел поближе. Вот, экспертное замедление тоже есть. Ну, вот, в принципе, и все. Так что, будем откупаться, получается, с очень малым количеством армии, к сожалению. Так, 19 гарпий вырезал. Ну, и дальше на минотавров. Понятно. Колесоносцами тоже по минотаврам, наверное. Да, так и есть. И все. И от огромного стека минотавров, на который у нас была, в принципе, ставка, ничего, по сути, и не остается за этот раунд. Ну, и когда книги заклинаний нет, то, конечно, ответить-то особо и нечем на все эти действия со стороны соперника. Так, 164. Выйтимся. Не будем пока спешить. Посмотрим, по кому будет бить более выгодно. Возможно, это виверные, возможно, это крестоносцы, у которых вообще один хп остался. Может быть, удастся минусануть их даже парочку. Так, 164. Гарпиями пока что тоже, наверное, спешить не будем. И попробуем хоть одного ангела ему, но минусануть. Если получится минусануть 2, то вообще красота. Так. Итого 2 ангела. Бьем, наверное, по крестам. 94 хп мы не убиваем с вами. Да. Хотя лечение, может быть, в него и есть даже. Но в любом случае надо размениваться. Как ни крути. Итого уже 10 крестов. Следующий раунд начинается. Посмотрим, по кому он будет ангелами бить дальше. Щитки. Вот это топовое решение. По сути, ему очень классно по магии завезло. Все 3 ключевых заклинания на первом уровне из магии земли. И все 3 у него есть. Так, гарпий остается очень и очень мало в этом бою. И все. В этом раунде уже мы точно готовимся с вами на откуп. Поскольку В этом раунде я уже сделать особо ничего не в состоянии буду. 87 хп у ангелов. Да уж. Так, ну бьем тогда не по ангелам. Стало быть. Вейт. Или по ангелам. О, так мы убиваем ангела. Бьем, конечно. Вот вам минус ангел. И после этого с нашей стороны идет, наверное, откуп. 11 300 нет. Кстати, мы не можем себе позволить именно сейчас откупаться. В таком случае выбиваем ему копейщиков. Таким вот образом. Ну, почти выбиваем. Остается один ангелочек. Хорошо. А если бы он щиток не накинул, то может быть... Да нет, не убили бы мы все равно. Хп-шки, конечно, оставалось бы меньше. Но все равно бы этот ключевой для него стэк мы бы не добивали здесь. Вот. А представьте, что у нас была бы магия. Мы могли бы накинуть там экспертное замедление на него. Или ускорение на себя. Ну, скорее всего, ускорение на себя. Поскольку заклинание ускорения нам в гильдии дали. Это совсем другой был бой. Можно было даже победителем вылазить отсюда. Так, 114 хп у ангелочка. В этом раунде мы уже успеваем откупиться, если что. Так, ну тут по верхнему стэку. По дурным глазам должно прилететь. По идее. И он завейтился даже. Ну, зря. Из-за того, что он завейтился, он, по сути, даст нам лучше откупиться. Вейт. Давайте решим, по кому. 114 не убиваем. 10. 51. Кстати, можно двоих попробовать минусануть. Да, давайте так и сделаем. И вот только после этого мы с вами откупаемся за 8 золота. Считаю, что разменялись неплохо с учетом того, в какой ситуации без магии мы с вами находились. Ну что же. Где у нас там герой, который бегает сверху. Надо побольше исследовать территории. Вот как раз мы видим Айн. 8, 9, 6, 4. Пришло время выкупаться дома главным героем. Кстати, а куда он там отплыл? Если что. А, он подвез армию, да? У него армия где-то была, и он ее как раз таки подвез. И тут тоже как раз небольшой подвоз армии делается. Сильвией. Так, нам надо теперь решать, что делать с этой армией, которая на Аджите. Наверное, увозить домой. Ну да. Да, пожалуй, что увозить домой. Потихоньку ее тарабанить туда. Так, выкупается шахти. Кстати, маляки-то даже не затерли с армией. Там мы ее и сможем взять. Пришло время покупать книгу заклинаний. Наконец-то таки. Когда мы с вами уже качнемся нормально. Навыков нахватались кучу. Блин, забрать бы книгу воды, это было бы, конечно, огромнейшим преимуществом с нашей стороны. Но так, конечно, не все так просто. Что, пока повоюем? Покачаем просто главного героя, наверное. Нам нужны будут только единички. В этом плане у нас тут кто? Вот ты, да, немножечко распродажься. Как раз таки ради этих единичек. Хотя, в принципе, у нас же гремлинов уже давным-давно была эта пачка. Почему бы не использовать именно их? Пока мы будем воевать. Сколько их? 20-49. Да, мы хотим их догнать. Закрываемся. Максимально. Единичками. Все, поехали. Так, и точно так же пока продолжаем удерживать позицию этими же единичками прикрытыми. Семерочка, четверочка. Все. Хорошо. Разобрались. Теперь снизу можно будет повоевать. Что мы с вами тоже сейчас сделаем. До следующего левелапа нам надо... Кстати, как раз поднимем уровень. Только надо, чтобы нам сейчас передали еще единичек, когда мы мимо будем проезжать. Таким вот образом. Сделает как раз таки джелар. Отлично. Ну, единичку предлагают нам слить, но мы с вами, конечно же, этого не хотим делать. Нет, не так. Сюда, 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 сюда. Все, поехали. Опять же, wait. Поехали заниматься отстрелом. Wait. Все. Экспертный поиск пути. Окей. Все, джелар тогда разгоняет главного героя. Кстати, на ком? На седьмой скорости. Вот кого жальше всего, что мы потеряли, это, наверное, Минотавров. Потом ведут, наверное, Гарпием. Так, и того, шестая скорость. Ну, на шестой, ладно, будем разогнаны на шестой. Так и быть. Соперник, если даже и побежит в нашу сторону, то бежать он будет очень и очень долго, по идее, опять же. Ну, как сказать. Уже сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я на первой неделе уже был в трёх зонах. Сейчас в шести или семи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмая зона, это его. Ну, в эту зону я, в принципе, не заезжал, но тоже её уже разведал. И вот эту зону уже разведал. То есть, в принципе, знаю о местонахождении девяти зон и даже десятой. Ситуация немножко проясняется. Но совсем немножко, опять же. Так, улик можно... Кстати, две нычки монахов. Вот если монахов построить, мы, кстати, из них тоже сможем сделать хороший ударный стэк, если что. Может быть, нам пока помыслить именно в эту сторону, как думаете? Как вариант. Игра, конечно, очень и очень сильно затянулась. Но зато с таким количеством армии я уверен, что он пока что эти артефакты забирать не будет себе, что уже хорошо. Синкой продолжаем тут исследовать его зону. И он, наверное, этот остров зачистил довольно-таки хорошо. Ясно. Так, аджет. Кстати, а мы так и не проверили, что вообще тут. Сапоги-скороходы есть. Щит есть хороший. И, кстати, мы же еще на первый месяц здесь пробегали. На второй месяц все поменялось. Возможно, было что-то еще более интересное. 60, 120, 15 тысяч. Ну, не, пока что для нас это слишком дорого. Проверили и хорошо. Так, надо строить ГМ-3. По 6 всех ресурсов. Угу. Так, а у тебя что по армии? Чуть-чуть гарпий, да, ты принесешь? Так, ну, докупаем медуз. Это тоже берем. И это берем. Единички тоже всегда пригодятся. Наконец-то дошло время до гремлинов. Что еще? Гарпий. Ну, пока мы будем, наверное, гарпий по большей части с вами копить. Мантикор тоже пока не будем спешить брать. В общем, пока такие у нас пробивки. Довольно слабенькие. Будут получаться. Поедем как раз таки. Кстати, а как насчет... Ну, нет, на габанк, наверное, сложновато нам будет брать. В данный момент. Сколько он стоит? 5 тысяч, по-моему, аж золота. О, так я никуда сейчас еще и не уплыву. Вообще красота. Очень похоже на то. Ну, тогда давайте решать, что мы будем делать. Пусть Кира проверит, что тут за заклы. Поднятие нежити. Ну, немножечко нету. Ладно, давайте просто воевать и качаться. Просто тогда качаемся. Снова пачка единичек. И вперед. Опа. Принять. Отлично. Хотя дипломатии у нас вроде как с вами не было. Но это присоединение было топовое. Если не сказать больше. Ну, эльфы наверняка не присоединятся, да? Ну, попробовать, наверное, стоит. Наделаем четверочек, пятерочек с вами. Пегасов разобьем на два таких полустэка. Ну, и может быть, именно пегасики заставят их все-таки. Ну, не хотят они драться. Просто не хотят. Значит, тогда будем качаться на них. Что делать? Что по поводу гноликов. Так, джеллар. Тогда мы только единички возьмем. Чтобы не терять больше, чем мы можем в этом бою. Ну, и да. Да, пробиваем еще и их. Ну, и давайте Кира тогда подбирает ртуть. Чекает величину. Кстати, вроде небольшой, но с грейжиным стеком. Ну, раз уж здесь, то давайте. Антимагия. Кстати, может пригодиться очень даже. Так, становимся тогда сюда. Джеллар успевает даже разогнать. Теперь мы это делаем на пегасах. Отлично. У РЛА где ей лучше становиться, пока даже не знаю. ГМ1. Но, наверное, ей тоже пока не судьба. Да и коней отстроить проблематично. Потому что дерева очень много надо. Но то, что он ангелов поставил, это, конечно, для него большое достижение. И со стрелками, которых он сейчас потянет, немножко ситуация у него улучшится. Прибыл ход. Давайте посмотрим, как он ходил и куда он вообще собирается. Он никуда пока не собирается. Ему понравилась та зона. Он ее собирается чистить и дальше. Понятно. А мы пока что с вами погуляем. Так, ну в нашу сторону вроде пока никто не идет, да? Стрелков он забрал. Где-то там катается. Понятно. Так, ну а у нас появилась возможность... Ну, блин, чудища очень много. Я не знаю, как я их буду пробивать. Но все равно, наверное, сюда сбегаем с вами. Пегасов попробовать побегать, поприсоединять где-то в разных зонах. Тоже, наверное, не лишним было бы. Ладно, первым у нас аджит. Он, кстати, блин, идеально одного шага не хватает. Как же нас это с вами тормозит-то долго. Кстати, а может нам реально сыграть за дипломата, за Кирюшку? Кстати, я сейчас на полном серьезе. Что если нам начать качать Кирюшку? Мы знаем, что у нас пошел качаться не в ту сторону шакти. Просто сейчас взять и пересесть на мага. Хотя он с логистикой, с поиском пути вроде как в этом плане хорош, конечно. Ну и достаточно Пандору где-нибудь взять хорошую. Уже дела пойдут намного круче. И удвоение маны вроде как под нее есть. Гномы Гарпии. Блин, я попробую все-таки покачать ее, наверное. Не знаю, какая-то такая вот чуйка срабатывает сейчас. Что вроде как неплохо было бы поиграть через нее. Там у нас герой уже спрятан. Так, мы должны спрятать кого-то из этих героев. Давайте Лара Лейка. Пусть это будет. Спрятали ее. Выкупили нового героя. С новым приростом. Так. Джиларушка тогда будет принимать новую армию. Кира, в принципе, на месте тогда остается. Шакти должен тогда ее разогнать. Раз такие дела. Кстати, антимагию плохо, что мы не изучили. Смысл в ней есть. Ну, наверное, все. Следующий ход. А кристальная шахта у нас где-то захвачена? Нет. Она у нас здесь. Ясно, понятно. Правда, без поиска пути бегать здесь будет очень долго. Джинов, кстати, ей бить нельзя. Вот гарпий можно пробить. Гномов можно попробовать пробить. В остальном лучше пока не спешить. Ладно, будем иметь в виду. Прикол в том, что его священники тоже могут неплохо ему в дипломатии помочь. Так, и что тут происходит? Айн. Сирена. А, он проверяет, что там за квест. Понятно. Ну, выполнение квеста я не думаю, что прям решит в чью-то пользу. Но то, что может реально хорошо помочь, это да. Кстати, гарпий. Навряд получится присоединить. Наверное, пришло время уходить в муниципалитет, капитолий и так далее, чтобы по-быстрому скупаться. Если не сейчас, то когда? Так, надо, чтобы кто-то сбегал за этими героями. Шакти тогда домой. Выскакиваем и передаём армию. В общем, Наджелара можно отдать. Он всё равно будет подъезжать и пытаться армию передать. Так что вперёд. Так, что у нас есть? Есть. Это по разные края. Гарпии. Ну и немножечко троглодитов. Нет, кстати, брать нельзя больше. Это, пожалуй, всё. Так и вот так вот. И она у нас... Высаживается от уточки. Ну, надо качать. Жаль, что не захотели присоединяться. Ну, что ж поделаешь. Вейт. Подгоняем их поближе. Вообще под прямую стрелу стали. Мы, правда, так и не качнулись. Ясно. Ну, следующий бой тогда будет вот этот. Даже вот так. ГМ надо строить дальше, но по дереву проблемы. Ларрелейка. Так, а что... Кристалла ещё не хватает. Точно. Итого по шесть должно быть. Один кристалл и всё, выменять осталось. Вымениваем. Тогда... Ну, чего ещё не хватает. А, золото. Ну, золото будет на следующий день. Тогда там и продолжим отстройку. Давайте посмотрим, как походил соперник. А, я, кстати, этим-то героям и не доходил был. Маленький островочек. Он хочет поработать над тем, чтобы загрейдить себе ангелов в архангелов. Но оно и понятно. Делай, правда, стоящее. Да, придётся догонять, потому что это один из тех боёв, которые необходимо для прокачки проводить. Хорошо. Wait. И всё. Продвинутая дипломатия, наконец-то. Дальше пойдёт битва с грифончиками. Дальше нам должен Аджит. Подъехать сюда. Кстати, их с Саламаром надо поменять местами. Аджит выскакивает. А Аламарчик получит у нас побольше быстрых единичек. У него же есть там стрелочка, все дела. Да, стрелочка есть. Ну, вот и отлично. Ну, феечку ещё можно дать. Пусть с этой армией потом съездит шахта, будет бегать, отжимать. Ну, остальные у меня стоят по местам просто. Гильдию мы хотели строить. Вот мы в гильдии пока работаем. Третий уровень тоже такой себе выпал. Средненький, мягко говоря. А грифонов там много. Вот тут придётся уже попотеть за взятие улика. Но зато может попробовать сначала вот этих пробить. Хотя с другой стороны может за Экспертем побыстрее то, что нам надо. Как-то так. Следующий ход. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, ну что, соперник устал. Тогда будем сохраняться. Я тогда попробую доходить. В итоге. Давайте посмотрим, как он ходил там. Ну, разведкой занимался. Понятно. Надежда есть, а вдруг присоединятся грифоны. Да, всякое может быть. Ну, ладно. Захотели воевать. Троечку, типа, слить. Ну, я думаю, что можно попробовать потерять меньше. Не уверен, конечно, на сто процентов, но... Хорош. Отлично. Словили с вами воздух. Ой-ой-ой, блин. Не успел спрятать героя какого-нибудь. Внутри города уже, наверное, кто-то спрятан даже. Кого-то надо удалять. Кого удалять-то будем? Давайте я аджида, наверное, удалю. То есть, армию мы подвезли. И на Тарагладите его уволим, чтобы он мог прийти на следующей неделе, если что. И принести нам еще бихолдеров. Повторяем. Гундула пришла первого уровня. Ну что, Гундула разгоняет тогда нашего главного героя. Попробую тут побегать, походить, посмотреть. Так, едем дальше. А, и мы с вами же хотели муниципалитет влепить. Так что поработаем над этим. И хранилище ресурсов, да? Отлично. Отлично. Так, Джеддит. Давай домой. Потихоньку. Остальные герои пока что стоят на месте. Тихо. Нет. Продолжение следует... Так, ну и сохраняемся тогда. Все, сохранились. Так, садимся на доигровку с беном 80. Да, Метушни, конечно, много у него. Септиена с частью армии. Улик заодно есть и еще какой-то герой. То есть, в принципе, он тут чистит. Чистит эту зону. Более того, эта зона родная для него. Блин, ну как-то повезло. В плане количества родных зон. Ладно. Нам сейчас с вами немножечко не до этого. Кире надо ехать брать улик. Поэтому надо, чтобы Гундула передала на нее армию. Что мы с вами берем, что не берем. Кстати, а можно же... А, ну нет, это песок. Нельзя тут без штрафа бегать. Не получится. Нет у нас таких юнитов, к сожалению. Так, ну, такого отжорчика тоже возьмем. Вот Гарпий, наверное, брать не хотелось бы. Однозначно. Так, ну, а в остальном что? Поехали, наверное. 91 Грифон. Некисло. Присоединяться не захотел вообще никто. Замедления у нас тоже нету. Шестая скорость. Седьмая. Шестая. Возможно, есть смысл в ускорении. Закрываемся. Точно так же. Возможно, есть смысл в щитке. Ай-яй-яй, морали. Ну, блин, это уже неприятно. Еще и магия земли заходит. Но отказываться нельзя, потому что потом могут просто не дать. Так, пару единичек. Тоже единичку. И поехали. Блин, макси. Логистика заходит. Ну, наверное, берем. А вот по поводу магии огня. Я даже и не знаю. Наверное, пока откажемся. Как насчет феечек. Не хотят они к нам присоединиться? Может быть. Ладно. Тогда повоюем. Раз они такие неблагодарные ребята у нас. Ну и все. Откуда там такие потери нарисовались, вообще непонятно. И все. Потихонечку с этого острова нам надо будет петлять. Конечно же. Так, а что у нас по поводу этого острова вообще? Убирать, наверное, этого героя? Я просто не помню, что я собирался делать. Наверное, да. Будешь петлять. Этим двум героям особо и делать нечего. Нечего. Внешний рынок нам кристаллы нужны. А с кристаллами у нас беда. Однозначно. Так, а дальше, дальше, дальше. Да, наверное, все. Из-за этих штрафов мы тут сильно будем проседать. Соперник где-то на разгончике вообще находится. Не понял. А, ну, у него больше городов стало. Ну, это понятно, да. Причем, два из них родные, судя по всему. А вот, какой у него город еще один? Кстати, а по армии? По армии, кстати, непонятно. Ладно, не суть важна. Так, я так понимаю, за нами погоня будет, да? Угу, соберник берега тоже изучает, в принципе, какие мы с вами. А тут тупики. Он, наверное, про этот тупик знает, поэтому понимает, что сможет меня прибить. Ладно, синку мы теряем. Это понятно. Забираем заодно самоцветы, пока мы здесь рядом. По поводу Киры. Ну, давайте передадим Гарпий. Может, это как-то увеличит шанс присоединения к нам. Всяко может быть. Особенно, если это будет бесплатно. Ладно, тогда догоняем. Не хотят. Неужели к нам не захотят присоединяться даже ящеры? Я вообще ящеров не стал брать сразу, для того, чтобы виверны появились, и чтобы увеличить шанс, что к нам захотят ящеры, из-за того, что их расы уже якобы виверны есть у нас в наличии. Ну, вот и всё. Так, ну а теперь ящеры. Захотите вы или не захотите? Это очень интересно будет узнать. Не хотят. Ну, что ты будешь делать? Ладно, тогда пусть разгоняет, наверное, Гундула. Слабость. Ясно. Соперник, скорее всего, хочет отжать, ну, или разведать эту зону, или отжать шахту. Но если он сюда сядет и захватит эту шахту, то мы с вами попробуем вернуть её назад, на тот же ход, буквально. Так, ну тут надо будет какую-то цепочку, может быть, армию придётся подвозить, поэтому надо быть ко всему готовыми. Ну, а так все вроде по местам, да? Кстати, у нас есть возможность построить муниципалитет. Давайте сделаем это. А в этом городе гильдию маков поставить. Чтобы лучше защита была. Ну и плюс тоже, чтобы можно было выйти в муниципалитет. И побольше золота, чтобы копить. Раз уж мы с вами решили играть в итоге через дипломатию, то давайте уж так. Ну вот как-то так, наверное. Ну это уже начинается такое серьёзное мощнение, причём с двух сторон. А, нет, смотрите, нет, он не собирается за нами вроде как гоняться. Поэтому мы так по бортику, по бортику с вами попробуем пройти мимо, чтобы он нас не тронул. То есть пока что просто петляет получается, да? Я уж думал как-то охранять даже эту территорию, но нет. Не придётся. Так, мы успеваем даже сесть в лодку, но прикол в том, что уплыть у нас может только один. Ну и понятно, что этот один, это будет не гундула. А где вторая лодка? Я вообще не помню, как мы сюда... А, или мы освободили. Да, мы гундулу здесь освободили. Ну, для неё это родная территория. Можно считать, она здесь родилась. Так что пусть продолжает в том же духе. Заодно можно будет и Белиски там попосещать. В общем, найдём, что ею делать. Сами же отсюда уходим потихонечку. Ой, кто у нас там ходить-то может? Мы можем муниципалитет, либо Капитолий влепить, да? Я думаю, что Капитолий будет выгоднее. Так что именно его мы и строим. В остальном пока всё по-старому, наверное. Что мы можем с вами сделать? Ну, пока сложно сказать. В основном трэжерные зоны. Мне сюда надо будет попасть пегасов. Присоединить. А вот после них я даже не знаю. Наверное, надо попробовать забрать вот этот вот ящик Пандоры. Приложить к этому максимум усилий. Со своей стороны. Давайте Аламару, может быть, больше единичек каких-нибудь передадим. Неважно каких. Вот Джилар сейчас в этом плане попробует помочь. Давай мы тебе вот таких вот единичек надаём. Ну, вот так вот. Не будем контролировать этот... Ну, не то, что город, а ту зону. Так будет точнее. Ну, всё, наверное, следующий ход. Вот то, что кристаллы не капают. Блин, не повезло нам с кристаллами. В том плане, что мы вовремя их не... Кстати, а может быть, нам как раз поехать в кристальную шахту забирать? Типа высадиться здесь. Блин, ну болезненно. Очень болезненно будет брать. Арахимагов. Наверное, хотя бы горгулечку какую-то взять. Или гремлинов надо будет. Так, периодически давайте поклядывать за тем, что же там происходит на стороне соперника. Честно говоря, пока не видно. Какая-то передача армии или наоборот забирание армии произошло. Я вот немножечко не уловил суть. Собак забрал, да? Что-то типа того. Ну ладно. Так, мы находим затопленный корабль. И немножко ресурсов, которые соперник недоразведал на окраине. Вот, наверное, по окраинам мы с вами ещё и поплаваем до тех пор, пока он не доберётся до этого героя. Так, дальше. Туда мы не успеваем высадиться. Можно, в принципе, попробовать покачаться и повоевать с гномами. Но, честно говоря, эта высадка будет ради одного боя. Не более того. Больше там нечего вытянуть из этого боя будет. В любом случае, я думаю, что есть смысл передать немножко армии. Давайте даже Лар-Лэй подключим в этом плане. Ладно, хотя бы так. Так, и получается Маляки тут нас играет такую роль в передаче. Кстати, я думаю, что есть смысл даже горгульку взять. Вот вы возьмите Пегаса, лучше отдайте горгульку. На будущее это очень пригодится. Ладно, повоюем всё-таки с гномами. Нам надо где-то качать главного героя. До того, как более серьёзные бои начнутся. Давайте тогда Маляки-то как раз-таки вверх. Здесь на месте. Гундула собирает ресурсы. Дальше собирается искать, может быть, Грааль. Ну что ж, а тут продолжает бегать наш охранник. Больше мы, в принципе, вроде ничего не можем. Хотя, с другой стороны, можно попробовать кристаллов наменять. Это может сделать Малякид. Восемь надо всех ресурсов. И всё, а золото, в принципе, на следующий ход будет. Вроде всё. Подбираем немножко ресурсов с вами. Ещё чуть-чуть. Кстати, давайте повторим ход соперника, чтобы понимать вообще, что происходит. А что-то там всё-таки происходит. Так, ну что, поехали на гномов. И вот они хотят присоединиться. 72 гнома. Давайте всё-таки присоединим, я думаю. Единственное, вместо кого. О, пегасы мне нужны для последующих присоединений. А горгулька мне нужна для того, чтобы здесь перемещаться. Наверное, всё-таки откажусь от горгульки таки быть. Так, и после этого боя сразу же в лодку. И будем с вами продолжать плыть дальше. Немножечко боевую мощь свою увеличили. Что не может не радовать. Так, ну в таком случае, что мы с вами можем сказать. Так, давайте. Обелиски. Маленький проходик. Узенький. Трава. Трава, горы. И узенький проходик. Получается, маленькие проходики там. Растущая трава вверху. Гор нету. Здесь не узенький проходик. Здесь нет. Здесь тоже нет. Это где-то у соперника, судя по всему. У нас таких проходов не имеется. Да, это сто процентов вот где-то вот тут. Это не наши проходы, к сожалению. Так что Грааль явно где-то ещё. Ладно. Ну что, у нас, в принципе, есть ещё горгульки. Есть. Ай, блин, седьмой день. Вообще, хотелось бы и тильдию построить. И вообще, так много всего хотелось бы. Не, я, наверное, этого героя спрячу. Мне больше будет нужен Гунар, потому что очков перемещения у него больше. В связи с чем он мне будет здесь пополезней. Гундулу вообще мы скоро будем, скорее всего, удалять. Так, ну что, Малекит. Поехали дальше вымениваться. В данном случае на золото. Ух, если дадут городской портал, какой же это будет всё-таки топ. Цепная молния. Ну ладно, хоть что-то. Пусть будет цепная. Вот наменивать ли на героя, я не знаю. С одной стороны, кстати, кристаллы. У нас проблема с кристаллами, а это как раз бы именно нашу проблему с кристаллами и решила бы. Давайте немножко повымениваемся. Да что ты будешь делать? А как я выкуплю? Мне кого-то надо прятать или удалять. Давайте смотреть, кого. Этого нельзя удалять. Это понятно. Этого нельзя. Кого можно? Этого тоже нельзя. У Малекита можно подумать. Лорелейку, я думаю, наверное, удалим. В принципе, со своей работой она уже справилась. Вот. И будет нам приносить кристаллчики. Замечательно. Так, ну, вроде все. Следующий ход. 14, 16, 13, 10. Капец. Статы, конечно, у него уже хорошее, а не то, что у нас. 0, 1, 3, 6. Конечно, этим героям мы еще худо-бедно, хоть как-то могли бы посоперничать, но все равно. Слишком слабо. Так, приходит ход. Мы с вами продолжаем на окраинах собирать ресурсы. И исследовать. Блин, ну, если он выкопает Грааль, это, конечно, будет просто провал. Ну, конечно, обелиски вроде как не чекает, но все равно. Я-то знаю, что он у него. Да уж. Так, ну, если мы и можем высадиться, то где-то здесь. Нас тут смогут с вами даже разогнать, кто к нам пришел. Как раз Лорелы, которую мы удалили, к нами пришла с гарпиями. Ну, отлично, спасибо, что ли. Так, будем ли мы что-то передавать нашей главной героине? Я думаю, что нет. Пусть просто высаживается. Хотя, с другой стороны, можно и подскупиться. Если есть такое желание. А можно муниципалитет вылепить. Чтобы больше золота капало. Что у нас за бои будут в ближайшее время? Архимаги. Может, все-таки постараться накопить побольше золота. То есть, пока что муниципалитет не строить, наверное. 75, 12, 34, 72. Ну, и типа попробовать справиться этой армией, да? Тогда ничего даже не докупая. Так, гунарчик, гунарчик, гунарчик. А, блин. Да, я же хотел передать армию. Ладно. Ну, что, на восьмой скорости тогда разгоняем нашу героиню. И становимся поближе. Попробуем ящик Пандоры с вами забирать, если что. Но ситуация у нас жутко невыгодная. Из-за того, что Грааль на его стороне. Опа. У нас появилась возможность тут поплавать. Серьезно? Так. Может, хоть ресурсов с вами раздобудем. За долгое время. Блин, ну, жутко неудобно. Тут, правда, приходится выбирать или по снегу, или по пескам. Ему, посмотрите, как повезло. Ему для того, чтобы на другие берега переправляться, сдало зоны с грязью, да? Он там без штрафа спокойно бегает. Я по вот этим вот двум зонам, которые мне дают выход в океан, должен с огромным штрафом. И даже единственная зона, которая, ну, ведет к нему через океан, она тоже со штрафом. То есть, все три зоны ключевые, через которые можно куда-то отправиться, они все у нас со штрафом. В разной степени, но со штрафом. А у него все зоны без штрафа. Вот такая вот справедливость. Понятное дело, что тяжеловато нам приходится из-за этого. Ладно. Передаем ход тогда далее. Сделать-то мы ничего толком не можем. Ну что, повторяем ход соперника. Он все так же продолжает бегать, копить армию и так далее. Да. Где-то на разгоне находится. Так, ну тут мы попробуем оплыть. И находим с вами немножечко ресурсов, но это уже будет на следующий ход. Да. Очень похоже на том. Ну что, битва с архимагами. Присоединиться они, конечно же, навряд захотятся. Тем более, у нас нет даже соответствующего количества. Ну и юнитов родных для них прежде всего. Ну и надеюсь, что их там не под 90. Но в любом случае, потери, я думаю, будут аховые для нас. Поэтому я вот думаю, кого брать, кого не брать. Думаю, что гарпий, наверное, лучше не брать. Феечку не брать. Вместо них взять пегасов. Здесь по центру пегасы. Стрелки какие-то. Что-то вроде того. Попробуем, попробуем что. Вот так вот и полезь, наверное. Наверное, да. Но я уже представляю, какие будут потери на самом-то деле. Вот. То, о чем я и говорил. Что их оказалось под 90, да? Наверное, М. Восьмая скорость. И на кого-то надо будет давать ускорение. Угу. Еще одно ускорение. У них еще и нет штрафов в ближнем бою. Что только добавляет проблем. Мы реально тут сливаем кучу армии, а из-за дезморали мы даже нормально ходить не можем. Есть, конечно, стрелочки. Там по 40 всякие. Из разряда Абибулу. Да, это реально идет слива армии. Если не всей, то почти всей. Что ж там такого-то? Топового. Что они так защищают. Что они так это защищают. Ай-яй-яй-яй. Еще и морали пошли. Ну, мана не резиновая. Ну, мана не резиновая. Тоже быстро закончится довольно-таки. Экспертная дипломатия. Экспертная дипломатия. Экспертная мудрость. Экспертная дипломатия. Типа. 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 Бредовенько, очень бредовенько, скажем честно. Садимся в лодку. И в остальном, что, наверное, просто пропускаем ход. Ну, муниципалитет, можем, правда, с вами влепить при желании. Пускай будет. И пропускается ход. Так, приходит ход. Давайте повторяем. Ой-ой-ой, соперник уходит в темноту, и там мы сможем с ним даже встретиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, забрал он арты на статы, но ему на статы насыпало лучше, чем мне, поэтому вот не забрал я эти статы, теперь они достались ему. У него уже архангел, и он вроде как готовится к финалочке, да, с мега статами. Да, судя по всему, именно так. Ладно, до того, как он нас встретит, хотя бы с вами чуточку пособираем ресурсов. И на том спасибо. Ну, я не в состоянии сейчас крестоносцев, буду пробить их слишком много. А вот с кабанами, в принципе, повоевать, я думаю, можно. 72. 72. Хотите бить по гарпиям? Да, ну, наверное, придется даже позволить вам это делать. 31 гарпию, единственная, каким-то образом попытаться спрятать. Где-то там. Ну, эти дизморальки. Блин, ну вот эта вот дизморалька вообще была сейчас не в тему. Ещё какой-то ящик пандуры с вами находим. И пегасы не захотели присоединяться. Так что опять начинается у нас с вами прокачка. Отлично. Продвинутая земля. Ой, не, ну бить циклопов это самоубийство, наверное. С огненными птицами тоже, пожалуй, без вариантов. Поэтому самый оптимальный вариант прямо здесь же и разогнаться. Хотя, с другой стороны, зачем тут разгоняться, если есть гунар, который, в принципе, это и сделает. Едем, наверное, воевать сюда. Да, ну да, 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 именно сюда и поедем. Ну, хоть какие-то зачистки можно будет там совершить. Так, и кто у нас тут? Гундула, да? Пока что толком ничего не находим. Но всё может быть в будущем. Как насчёт того, чтобы ещё одного героя запустить в плавание? А, ну так стоп, запускать же надо не здесь. Хотя, с другой стороны, а как ещё? Именно так и надо. Так, на пятый ГМ нам надо всех ресурсов по 10. Кристаллы будут. Сера капает ли нам? Тоже большой вопрос. Или всё-таки построить коняшек, монастырь, замок. 10, 10, 10. Давайте монастырь пока поставим, да? Да. Вроде всё. Ну, тогда больше мы не строим лодок, я думаю. Ну, по статам не сдала. Мне кажется, я тут уже, наверное, проиграл. Единственное, если я найду контроль. Хотя этот контроль получит и он потом. Мы же играем без перестройки гильдии магов. Поэтому вариантов как-то спрятать этот контроль и перестроить ещё раз у меня уже не будет, к сожалению. Ну, вот как-то так. Ладно, следующий ход. Ну что, приходит ход. Так, он там по золотым шахтам побежал. Тут кто-то есть. Меня будет вылавливать. Вот и он, собственно. Ну, догонит, судя по всему. Блин, а элементарий я тоже могу и даже не пробить. Так что определённые проблемы это мне сулит. Может, пока с более простыми ребятами попробовать поговорить. Так, ну, Гунар передаёт армию. Точнее, её остатки. А, так, стоп. А, блин, у меня же был вариант без штрафа пробежаться. Ой, тупилово. Ну, не знаю, слишком много ошибок. Мне кажется, с таким количеством ошибок не заслужили. Мы тут на победу всё равно. Это же капец. Ну, вот. Хоть какие-то ресурсы. Наверное, надо будет немножечко вправо тогда проплыть. Посмотреть, что там. Ну, остальные просто стоят по местам. Чего нам с вами не хватает. Две серы. Немножко кристаллов. И один самоцвет. Давайте тогда пока замок влепим. Влепим. Ну, и всё. Передаём ход далее. Ну, а вот и битва на корабле. Соперник просто нас убивает магией. На одном грифончике. И всё. Так, приходит ход. 15, 16, 13, 14. Стоты, конечно, жесточайшие. Чего уж там и говорить. Забирается ящик Пандоры. Забирается. Ну, он достиг того уровня, когда он может чистить всё. Это мы с вами тут выживаем. А он реально бегает и чистит всё. С Архами это делать, в принципе, не сложно. Это нам тут приходится что-то мудрить. Так, присоединяем. Хоть кто-нибудь. Так сказать. А я всех виверн слил, да? Которых мы получали. Ай-яй-яй. Тут вроде как ещё одна битва готовится. Но я вот думаю, сесть на начало, наверное, ману пополнить. А уже потом только рассматривать какие-то варианты. Потому что без пополненной маны это вообще капец. Давайте силу магии добавим заодно. Так. И садимся пополнять ману. А Джедит в это время успеет сбегать вот сюда. И на следующий ход как раз таки вернётся. А Гунар... Не, ну, кстати, Гунара убирать пока что нельзя. Но мне тут понадобится ещё. Так, гундулой находим ещё ресурсов. Какие-то мини-острова. И вот я с обратной стороны вижу. Можно будет сундучок подобрать плавающий. Будем ли мы что-то покупать? Сапожки, щит. Давайте посмотрим, что нам вообще там надо в плане артефактов. Но у нас нет ни сапожек, ни щита. Поэтому, наверное, и то, и то хотелось бы увидеть. Ну, хотя, в принципе, эти покупки нам пока что не горят, да? У него же вроде чёрных рынков нигде не видно. Не должен он успеть это выкупить. Ещё вроде как неделька. Лучше мы с вами ангелов попробуем поставить. Если что. С другой стороны. А тут дерево не надо будет, да? 5000 золота. Может быть, и подром заодно. Тогда уж. Может быть, может быть. Ладно, след... А, мы без разгона, да? Остаёмся. Поэтому придётся сделать таким вот образом. И следующий ход. Будем нычки монахов тогда бегать, собирать, наверное. Приходит ход. Поехали. Соперник где-то на разгоне. А, он... Ну, молодец, кстати. Красавчик, он разбил главного героя. Красава. Тут ничего не скажешь. Армию теперь потихонечку увозит. Ладно. Вот у нас строится тоже портал славы под конец недельки. Так что, какой-никакой, но ангелочек появляется в армии. Давайте как раз его выкупим. Ну и, может быть, парочка коняшек стали бы не лишними. попробуем побегать, побегать, повоевать. А что тут за заклинание, кстати, было бы неплохо узнать вызов корабля. Ну, то есть, к стоящим их все равно не отнесешь. Так, поехали. Битва первая. Да. Нам надо качаться. Правда, они ману хорошенечко выкачали. Но это уже другой вопрос. Отлично. Самих монахов можно покупать позже. Главное, пока пробить. Скелеты хотят бесплатно присоединиться, но отказывать нельзя. Когда у тебя проблемы с армией, то, конечно же, любая армия сойдет. Гунар сейчас попробует даже забрать скелетов, чтобы они не портили мораль сильно. И Кира по старой семье попробует взять бесплатно. Ух ты! А тут морали, что ли, были? Что им так не понравилось там? Здоровья там хватает с головой. Опять дизморалька пошла. спокойно, без потерь. Так, есть. И потихонечку надо собираться отсюда уходить. Поэтому Гунар разгоняет нашу главную героиню сам становится под скупочку. мы пока не будем спешить. И Джедит тоже становится под скупочку. Все, Кира тогда садится в лодку, уезжает, поедет наверное пробовать пробивать гидр, возможно. Ну, то есть тут вообще не так много вариантов остается, что делать, по сути. так, а мы с вами едем подбираем сундучок и продолжаем плавать в надежде что-то найти толкового. Следующий ход. Так, переходит в ход. что там успел соперник. Все, он зачистил уже снежную зону и наверное потихоньку будет собираться к нам. А мы получается, что даже к нему уже навстречу потихоньку начинаем ехать. Даже так. Так, ну что же, Джедит добавляет еще армии и должен возвращаться. Гунар в принципе тоже провожает главную героиню нашу. Ну я не знаю, в двух конях, как мне кажется, особого смысла нет. Поэтому наверное а вот в утках есть ли смысл? Наверное есть. Может Гидры присоединяться на будущее. так что все тут домой потихоньку. Что у нас тут в плане построек на ГМ все еще не хватает. копим золото наверно. Пока тишина. Так потихонечку будет начинать бежать дальше. Так Сипхинаров что по поводу нее скажем. Пусть стоит. Может быть что-то подвести надо будет. Кстати монахи тоже еще не выкуплены были к этому моменту. Ладно пока стоим на месте. Следующий ход приходит в ход соперник пока не палится но он уже идет на нас. Причем многими лодками вот Ардамон с Архами тут нас будет по-быстрому нам линять. Я даже не уверен что я успею тут что-то забрать. Вот что интересно. Блин жесть однако. Становимся поближе это мы уже а мы хранилище медуз даже с вами не забирали. Что то я вообще прям стопа зачем я их выкупил у меня же нет слота под них мне надо что гарпи может быть набрать либо же наоборот гарпи обменять вот это нам надо по-любому потому что из них ударный стек формируется ну и гарпи я думал поменять все таки взять да поменять может быть на медуз каких нибудь или все таки на минотавров тоже вариант почему нет так пусть забирают сейчас как раз джелар все это дело передаст так снизу снизу вместо гарпи мы решили с вами минотавров да или может лучше все-таки гарпи ну гарпи мало минотавров блин мне если придется кого-то присоединять то от кого-то надо будет отказываться к сожалению ладно все равно высаживаемся на всякий случай мистический сад мы с вами не посещали гунару теперь тоже работы нет на таком маленьком островочке особо не побегаешь пусть едет прячется наверное в городе так ну и маленький продолжает свои движения сюда чтобы тоже выпупить себе какую-то лодочку в остальном пока стоим на месте ну так же чается надежда что может пегасов сможем с вами там в какой-то момент присоединить но тоже такое что вот будет третий месяц начинаться давайте посмотрим что сделал соперник да он едет забирать еще один родной прежде всего для него город у кого джеди то наверное будем садить на защиту города в таком случае все гунара тоже книжка есть вообще садим внутрь до джеди там гунар будет сидеть снаружи так это внутрь это внутрь парочка единичек коняшек ударить сопернику тоже ни в коем случае нельзя на все деньги накупаем тогда с вами крестов чтобы они ему тоже не достались максимально так но в остальном пока будем смотреть находим с вами еще чуть-чуть дерево не совсем то что надо но других и вариантов у нас пока что не имеется так сорянчик отвлекают не знаю все таки съездить попробовать до гидро пробить было не было но мы можем тут и слиться нам говорят что пробьетесь но все печальненько основная проблема конечно же в том что у нас все таки нет замедления как ни крути можно накинуть щиток скорость в принципе у многих из наших и так первое поэтому наверное все таки прокинем щиток с вами потом камни кожу следующим шагом главное что чтобы не было моралик по большей части дальше накидываем камни кожи с вами как и собирались так хорошо давай наверх мораль очка очень сильно сейчас помогла желательно ускорение накинуть чтобы успели сбежать хотя они так вроде успевают сбежать а кого тогда ускорять морков что ли наверно да удача щиток спал да получается а я ее я бежать то никуда ладно вот так они друг другу еще и помешали получается пойдет так отбежать вот еще что нам может сильно помешать конечно же дизморальки ну давайте проклятие накинем в случае с гидрами это тоже может быть очень и очень полезно пришло время разбегаться в разных направлениях ой 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 дизморалькой все и джины попадают так что придется сейчас по максимуму нам отстреливаться ну что эксперт воздуха я не дотягиваюсь до ящика пандоры ясненько ясненько что вымениваем с вами золото стараемся выкупить здесь побольше чтобы сопернику досталось поменьше дерево и руду намениванием но все равно не в состоянии мы выкупить прям все даже близко не в состоянии так что по большей части этот город мы отстроили для соперника получается как-то так наверно или не подождение не так наверно вот так может быть хотя в принципе он еще пока высадится здесь ладно все вроде все походили так ну все соперник высадился жди беды и нам дает 50 элементарий земле и вот на кого их менять на 6 уток получается что так а дальше бить султана вифритов судя по всему очень больно 48 капец какая боль либо хоста либо щиты надо накидывать наверное щиты так ну поехали ой 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 всех монахов но оно того не стоило как обычно поэтому уже окончательно сливаем с вами партию если уж на то пошло 69 снимаем мы ответки все равно этими ребятами жерелье морского провидения жерелье морского провидения всех стрелков наверное есть смысл выкупить чтобы вот реально вообще ничего не досталось и дальше наверное грифоны вот как то так гунару если что то и давать то в принципе можно единичек наверное кстати малетиту надо скупаться выменивать ну хотя ртуть можно продать если что в принципе да нам там буквально тысяча золота надо все сели теперь будет уже две лодочки плавать с той стороны как раз под конец недели так неудобно он к нам пришел в гости но обычно так оно и бывает в реальных партиях передаем ход что соперник подошел поближе сейчас радамон будет атаковать мне вот знаете в чем еще не повезло что кира качается не в силу магия в знания но это тоже в принципе не такой уж и редкий случай когда ты качаешь мага из башенки там реально 50 на 50 во что он будет больше качаться по большей части всего магии или знания ну нам не повезло будем надеяться что может хотя бы дипломатия нам в этом плане поможет а самое опасное для нас это то что когда он пойдет влево на снега там его будет ждать книга воды и получив хождение по воде он сможет очень быстро попрыгать по всем нашим островочком и в итоге нас конечно же добить поэтому конечно жизненно необходимо сейчас будет выбивать именно архов но каким образом это делать непонятно просто всех остальных он воскресит архами если что поэтому надо будет стараться выбивать именно их не совсем понял что произошло у него что реально одного шага не хватило похоже на то ребят ну ладно ну что кирочка у нас тут займется возможно присоединениями отлично отлично дальше попробуем взять с вами ногашник он уже взят в таком случае будем садиться сейчас в лодку а скупиться мы не успеваем к сожалению но подождите не спешите блин правда не очень везет двенадцать тысяч капец ну походу мы сейчас с вами провтыкаем еще и эти все пятнадцать тысяч может быть щиток хотя бы за 7 500 как-то вы менять щиток вы менять за 7 500 с другой стороны ай ладно не надо лучше мы тут скупимся пожалуй чтобы сопернику меньше досталось садимся в лодку тут у соперника какая-то цепочка да садимся сотка минотавров так но может произойти ситуация при которой мы поменяемся с ними городами очень даже может быть и начнется все вот это вот волокита ладно следующий ход наверно соперник пока что атакует нашего первого героя 7 архов неплохо и статы бомбезные стрелков тоже довольно много успел накопить за это время ну чтобы мне его перемашнить конечно времени очень много надо но это еще пол беды перемашнить по армии это все еще реально а вот перемашнить по статам это уже нереально потому что на этой карте слишком мало артефактов поэтому кому они находились ближе кто их забрал тот по сути уже по статам выиграл сто процентов в этом плане конечно по балансу водные карты очень плохи но не за это их любят их больше любят за атмосферу старается не дать ни разу стрелочкой ударить гунару думает как это придумать и ману старается экономить да зря мы тогда с вами арты не забрали к сожалению удачка так что жахнем по стрелкам наверно минус один стрелок капец ладно опыт дарить мы не будем просто сбежим а вот сейчас пускай идет и забирает город а если бы я не сбегал тогда бы он еще и воскресил убитого стрелка тоже попробуем немножко затянуть конечно битва но он отсюда может вылезть вообще без потерь по сути он архове разделил на два стека с одной стороны чтобы быстрее выбить стеки которые внутри за счет четырех летунов ну четырех стеков летунов а не трех ну что врезание в стрелков я так понимаю сейчас пойдут вот представьте герои с нулевой атакой защиты против героя с пятнадцатой и семнадцатой атакой и защитой да это конечно смешно ооо так у него тоже цепнушка блин это плохо хорошо что он это спалил заранее чтобы мы имели в виду но тем не менее нам нечего этому противопоставить к сожалению шепная молния бьет на 620 это значит что экспертного воздуха судя по всему нет у него да наверное кстати почему он решил качать именно эрдамона типа из-за класса героя чтобы больше атака заходила может быть не исключено ой 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 какой же ты везучий еще и мораль какая жесть какая же это жесть придется наверное бить магии я думал воскрешаться но воскрешение нам не помогут простоять больше поэтому надо просто хотя бы разочек шлепнуть магии по кому-то 36 11 31 40 ну вот это наверное наш максимум 20 20 30 мы кстати не убиваем 76 стрелков еще смогут ударить попробуем минус одну тютку возможно а нет мы не дойдем из-за архов причем не доходим не доходим 214 нет это смешно ребят мы вообще ничего не можем моралька тоже у нас не сможет сработать да это все он может попробовать воскресить и один и второй стек а утками и гарифонами добить дома и оставшиеся стеки в этом случае он вылазит без потерь с потерями то ну он сам затупил или он забыл что я ему убил одного креста или считает типа один крест ну и пусть может быть и такое по сути можно было без потерь вылазить так а что произошло ну опять у него какой-то крит вылетел ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй уже второй раз кстати ну что у соперника не стояла галочка автоматически сохранять каждый день и автоматически сохраняться перед каждым боем поэтому приходится сейчас просто брать и заново передираться каждый из этих боев к сожалению ну ладно ну ладно ну ладно как он я как он должен был поставить точно так же сбегаем так ну и вторая битвочка сейчас пойдет Та же самая. Сипнушка пошла. Ну, главное, чтобы моральки, все остальное тоже совпадало. Вот они у него должны сейчас сморалиться. Вот, уже моральки не было. Видите, я в прошлый раз была. Вот чем плохо, в принципе. Но зато теперь моралька зашла на другой стейк. На элитных стрелков. Так что это ему как раз таки получается компенсация. У него, кстати, плюс три морали, плюс три удачи. Здорово. Очень здорово. Четыре штучки. Ну, по-другому, да. Совершенно по-другому бой, конечно, пошел. Но что поделать. Семьдесят один. К сожалению, тут... Ну, уже не получится никого убить. При всем желании. Вот как-то так. Моральки тоже не может быть. Ну, да, с такими же потерями вылез. Так что, то, что бой проходил немножечко не так, это не критично. Ни для него, ни для меня. Так, в этот раз критической ошибки вроде как не произошло. Месяц паука. Для меня, кстати, это плохо. А, смотрите, он скупился в начале недели. И с двумя ангелами теперь в погоню за нами пускается. Ну, оно и понятно. Так, аломар. Ну, кстати, не поменялись. На удивление. Можем щиток с вами докупить, если что, да? Хоть что-то. И заодно обучили некоторым новым заклинаниям. Кстати, можно попробовать построить гейм пятого уровня. Дают полет. Блин, ну, полет вообще нужен. Полет нужен. Что если... Не знаю, мне где-то надо будет разбиваться. Вот что я знаю точно. Хватно, побежали. Ну, правда, я армию тогда не вывезу. Но это уже нехорошо. У меня, по крайней мере, больше мобпоинтов. То есть, нас сложнее становится догонять таким образом. Так, вот я нашел немножко ресурсов. А вот гундула пока что нет. К сожалению. И он оставляет город без защиты. Прям настолько самоуверенный, что ли. А это как сейчас было? А это как сейчас было? Как я сумел построить тут лодку, даже не становясь сюда героем. Вы это видите? А это так на всех захваченных нами или нет? Да. То есть, можно строить лодки вообще, не находясь даже в той зоне. Прикол. Ну, прикольно что. Что тут скажешь? Что у нас в бумаге есть? Ну, что-то есть, да. Может, как-то получится даже вернуть город. Посмотрим. Приходит ход. Давайте смотреть, что он решил делать. И он побежал вниз. Главным героем он просто бегает и собирает ресурсы. А, он, может быть, хочет сделать архангелов. Или я даже не знаю что. Может быть, самоцвета у нас кубку не хватало, да? Кстати, да, такое очень даже может быть. Очень может быть. Очень может быть. Вопрос. Мы высаживаемся на этот день или на следующий? Если на этот, то я все равно не добегаю до него, да? Скорее всего. И на воде у меня мувпоинтов гораздо больше, чем на земле. Хорошо. Хорошо. Давайте высадимся через день. Пусть будет так. причем если высаживаться то уже прям возле города так еще немножко ресурсов на это будет на следующий ход а вот мы сундучок пропустили ладно пока он дома тут сильно конечно не разбегаешься плохо что перестройки гильдии нету мы играем без нее но полет это вещь реально стоящая особенно для того чтобы летать между нашими зонами тут за один день можно перелетать все это дело он конечно владеет сейчас гораздо большим количеством информации чем мы надо выкупать монахов пока они еще есть скоро их может и не быть дополнительная армия ну пожалуй пока все так соперник пановак упал героев разогнался не знаю может попробовать копейщиков присоединить или что он там себе удумал исра я даже статов не вижу максимальную скупку которую он мог он в принципе сделал так что высаживаемся к нему в гости так еще немножко ресурсов обнаруживаем кстати по поводу полета а мы же можем попробовать шакте перелететь разве нет правда это будет палево то есть он поймет что один единственный город остался и там судя по всему появился полет не очень много ну даже на сапожке пока не хватает они нам очень пригодились бы поэтому пока наверно просто следующий день да ладно на нас выскакивает соперник который хочет выманить у нас немножко мага да ну давай бей что то там хотел делать или он так просто проверяет нашу армию может быть но это было просто проверка ничего не сделал молодец красавец вот это вот он хорошо придумал поэтому мне придется откупаться цепнушка от него последует скорее всего с другой стороны армии вроде как немного но статы очень большие он меня просто магией может перебить цепнушками своими и вот нам надо экспертное ускорение чтобы во втором раунде он сыпнушки ну хотя нет наверно просто водку будет да даем экспертное ускорение с вами дизморальки подводят сильно попробуем приложиться но все равно некоторые наши стеки не достают некоторые задизморален и от этого ситуация только ухудшается тут одних только копейщиков даже попробуй выбей очень много ладно мы поедем за удвоение маны домой пятьдесят шесть слишком мало блин надо было купаться просчитался я точно же пегасы у меня ну короче это уже тупость начинается можно было эту армию и не терять если бы не так глупо сыграл ой 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 еще и моральки ой 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 175 мы можем архаиму выбить отлично минус арх 10 монахов Моя задача попробовать выбить ему еще одного арха по возможности чтобы ему это не досталось морали конечно это жесть ну как никак плюс 3 морали должно же это где-то оккупацию 192 он я еще и моралица тут мы можем не успеть даже сбежать такими темпами и тут цепнушку если он дает то уже ее будет давать и по своим тоже наверно так молния на 375 пошла все минус арх и тут надо посмотреть на чем нам откупаться выгоднее всего будет да ну у нас маны было гораздо конечно меньше но мы еще и умудрились с вами что-то выжать из этого боя понятно что мы его никак не выигрываем но это не значит что вы не можете плюс для себя какой-то выжать во многом сейчас вот в следующем раунде будет зависеть ситуация как у нас там с моральными дизморалями вот то о чем я говорил дизморальки могут нам сильно тут от портить жизнь еще минус 17 глаз откупаемся наверно тем более это по дешевочке ну неплохо разменялись приходит ход соперник что не понял что я откупился что ли вот так вот Продолжение следует... 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 Можем сбегать в хранилище медуз, взять Экспертное ускорение типа Блин, ну тут отойти бы Ну вот и все, совсем другие потери, а не то, что они предлагали Я вот сколько уже территорий разведывал, но до сих пор не могу понять, где это Где этот узкий проход Там типа заснеженная земля Неужели здесь Ну одним же сразу должно быть Сбоку горы должны быть Ну, в плане сбоку горы здесь совпадает Плюс совпадает Ну не знаю, и похоже, и не похоже Может вот здесь вот как раз Между нами Тогда это было бы эпично Не ему, не нам Что мы с вами еще можем взять Поближе к сопернику подобраться Аджет может даже разогнать Правда, всего-то седьмая скорость Пока на месте Ну и остальные тоже по местам, да Все сохраняем тогда С охранкой 3+, Так, приходит вход И смотрите, соперник побежал туда, куда и надо Собственно Правда, побежал и с рай И героев там выстроил очень и очень много Мне бы желательно попробовать сразиться, наверное А этот дома остался, да? Да, этот, наверное, остался дома Мы можем повторить ход А я готовился к нему как раз сойти И, кстати, в перерыве, когда общались с Баном 80 Он говорит, да, в принципе, можно воровать артефакты Если бы я знал, я бы все вот это вот сворвал бы уже давным-давно Да и вообще играл бы, наверное, через мага Чтобы воровать можно было бы раньше Так, чтобы поздновато мы с вами про это узнали Так, интересный вопрос Успеваем ли мы с вами сюда добежать? И как он там пробьет, не пробьет крестоносцев Тоже интересный момент Статов Исры, к сожалению, я не увижу Ну что, раз город охраняется И главный герой его где-то есть Возможно, кстати, вот здесь, внутри города Он сидит Спрятанный Что тоже очень может быть Ну, у Киры не так много очков перемещений 2 200 Я думаю, что мы никак не успеем Что-то там серьезное стырить Но попробовать Наверное, все-таки стоит Если она костанет, к примеру, полет То она, в принципе, сюда сможет забежать Но много чего-то успеть не сможет Давайте посмотрим, что мы можем сделать дома В таком случае Что у нас вообще по армии есть Мы можем с вами Еще докупить глаз Правильно Это пятый день Да, еще докупаем глаз, получается Докупаем котов У нас там кто-то стоит А, ну давайте пробежим Так, а это Незахваченная шахта Со стороны соперника По какой-то причине Это как вообще Почему его все еще здесь не было Так, и вот мы как раз Обнаруживаем немножечко ресурсов Но под следующий ход Так, есть смысл Выменять немножко ресурсов Я уже, честно говоря, не помню Что я тогда Собирался делать Под конец того хода Вроде как к сопернику прыгать Если он не окажется дома Но он оказывается дома Остался Побоялся оставить все это дело Что грейд троглодитов Может быть Каким-то таким макаром Как мы будем пробегать Таким вот образом, да Ну давайте Давайте, давайте Аджит Передает тогда армию Нет, он не успевает В таком случае Джеллар будет передавать Так Аджит Становится сюда Передает армию И сам станет На место Джеллара Они с Джелларом По сути поменяются Берем, 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 берем Монахов Наверное, с вами Пока что брать не будем Насчет плаща отречения Наверное, даже пока Снимем На всякий случай И все-таки Полетим с вами И станем здесь Стало быть Да, поехали Так и сделаем Ну и Книгу воды Надо тырить Перед ним Он скорее всего Заберет ее Еще до нас Единственное Надеюсь, что он там Нормально подсольет Армии Но если есть Экспертное замедление То Вообще никаких проблем У него Я думаю, что не возникнет Так, приходит ход И давайте мы повторим Ход соперника Вот он забирает И побежал дальше Отжимать шахты В данном случае Армия осталась На инхаме То есть Можно попробовать Казалось бы Накрыть Этого героя С армией Да? Но есть и другой момент Ааа Хитрец Какой хитрец А главное Это герой Его может быть Здесь Хитром Но в любом случае Лучше перебивать Армии частями Правильно Ну что Кира должна Опять кастовать Заклинанием В нашем случае Полет Для того Чтобы Стырить Дубину Я не знаю Воевать ли С огненными птицами Но мне кажется На данном этапе Они не захотят Присоединиться Вот И Теперь надо Выбирать Либо Мы с вами Бьем Минхама Либо Бежим За ящиком Пандоры Вообще Самый оптимальный Вариант Я неправильно Сделал Надо было В первую очередь Бежать Именно Александрету Пробовать Забирать Наверное Опять же Так Ну а если Я допустим Атакую Чем я буду Разбираться Цепнушка Слабая Магия Тоже Не очень Да уж Выманивает Вроде Как Нас К себе Магия Выман У него Есть призыв Элемент Дали Он Одними Призывами Нас Сможет Там Нормально приклепать вдруг здесь какой-нибудь городской портал или что-то вроде того ладно давайте попробуем все-таки напасть на инхама и немножечко его потрепать но сначала сначала забираем шахту а и тут надо возвращаться назад потому что блок его как немножко ресурсов нашли буйок тут пока на месте вот здесь вот мы становимся и пытаемся сами наменять золото как можно больше потому что возможно нам придется откупаться и это на самом-то деле так и есть вот пусть будет 10 тысяч знать бы присоединяться огненные или нет ладно поехали повоюем с инхамом но армии там конечно капец много ну что ж давайте воевать у инхама 50 маны в наличии целых 7 архов 40 крестоносцев но что самое главное у него есть книжка воды я в принципе практически уверен что она находится именно на инхаме раз он его закрывает таким огромным количеством армии пытаясь перестраховаться всеми своими скоростными ребятами завоитился ухтышка дамажит он очень сильно да не потяну я этот бой уже понятно что никак не потянешь умнейшие замедления нет ё-моё придется опять сейчас откупаться даже не ударив его да а хотя нет хотя нет стоп 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 а я так никак не посмотрю да мы же без хв то есть дипломатии со всем остальным правильно то есть я могу в принципе цепнушкой шарахнуть разочек так делаем ему минус арха а после этого мы можем с вами спокойненько откупиться если что да так мы в принципе и сделаем минусуем мимо арха но теряем конечно всех стрелков что очень плохо выкупаемся с вами дома так ну и конечно же город мы с вами не успеваем забрать золотой лук тоже такое себе удовольствие довольно посредственные можем ли мы что-то еще строить сюда наверное не особо разве что ей чуть-чуть осталось да и не чуть-чуть и еще нормально там great тут тоже дорогой ладно разгоняемся тогда маны пока что достаточно и надо решать куда же мы будем прыгать с вами дальше есть два артефакта на улучшение стрельбы но опять же это наверное немножечко не то чего хотелось бы самый главный прогон с моей стороны был то что я подобрал себе дубину вместо того чтобы хотя замок я бы тоже не собрал думаю не замок бы я тоже не забрал так что без вариантов пожалуй что тогда возможно лучшим вариантом было бы именно забрать ящик пандоры в любом случае бежать нам надо будет вниз так что вниз мы пока что на разгончике и становимся да пожалуй именно так и сделаем ну смотрим дальше так приходит ход и соперник уже у меня дома это значит что он нарыл контроль хождение по воде ну конечно же конечно же конечно я собирался отсюда уходить а судя по всему мне придется давать ему какой-то отпор призыва воскрешалочек у меня ничего подобного нету поэтому придется сейчас я конечно могу побегать отдать ему типа город с приростом но это будет полнейшая ерунда мне так кажется блин вот же ж гаденыш ну на одних цепнушках там особо не выйдешь а его стрелки нас задолбают попытался защитить все города да в общем есть два варианта либо мы по-пацански просто садимся в город и пытаемся нормально финал очку провести или все-таки будем играть в кошки-мышки пойдем машница дальше этом немножко артефактов может быть кого-то присоединить получится например вот этих вот ребят как вариант что все-таки уходим тогда получается так наверно все-таки до будем уходить раз таки дела максимальную скупочку тогда может быть гарпии 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 ну они бы очень пригодились на самом-то деле стоп-стоп не на этом рынке хорош кто у нас тут маленький пища так на тот сундучок достанется потом кому-то пока что заберем этот принципе он нам сейчас и пригодится потому что золото надо много станем где-то здесь так то у нас от же да что пока есть возможность вымениваемся потому что он мне сейчас попытается перебить всех героев поэтому наша задача сейчас сделать максимальную скупку перед тем как мы отсюда все-таки начинаем линять что же все гарпии нинотавры или медузы а я ртуть еще ребят не выменял кто там у нас аджет торговец почти ладно на больше все равно рассчитывать не приходится здесь ушах те есть хоть какие-то статы поэтому на защите города останется все шахте мы можем с вами попрощаться ушах те кстати книга заклинаний есть есть правда это ничего толком не дает ну да ладно что костюм тогда полет но ящика пандора мы тут не достаем с вами можем стырить золотой лук а присоединение джинов я думаю даже речь пока не идет я надеюсь что может быть хотя бы воскрешал очку какую-нибудь дадут на будущее да так тетива добавлена освободили мы пигуа драма но выйти без пробивки джинов тут пожалуй не получится успеваем не успеваем мы битва с ними будет очень тяжелая особенно без экспертного замедления вот он тоже еще один огромный минус то что в двух гильдиях нам замедления таки не дали вот соперник не захотел играть с перестройкой гильдии все чисто на везение зашло не зашло всю игру без замедла играем текс давайте повоюем качаться все равно надо несмотря ни на что попробуем тогда закрыться с вами хоть как-нибудь худо-бедно так надо наверно наверно бежать можно щиточки еще накинуть чтобы поменьше урона мы якобы получали ну не якобы конечно точно снимать ответку наваливаться наверно тоже не будем пока продолжаем стоять и терпеть ну кстати терять прям всех орков нам нельзя если мы с вами хотим попытаться присоединить еще немножко их все становимся здесь поближе и начинаем разбегаться а я что нога банк не взял ее мою и столько раз мимо него пробегал ну вот что значит каждый раз загружаться там загрузился то там загрузился и уже забываешь даже что ты собирался делать плохо когда партии не играются за один присест к сожалению давайте чуть ниже побежим мне все наверно следующий ход так соперник все-таки нас атакует так что город он сейчас но само собой заберет это даже не обсуждается он легко забирает этот город сделает себе удвоение маны ну парни очень сильно перемашнил плюс ему видите повезло еще и в том плане что для него на карте оказались родные города для нас родных городов больше не нашлось после игры посмотрим с вами хотя бы расклады чтобы наверняка сказать какая была ситуация по крайней мере бен писал по поводу того что говорит у меня очень сложная ситуация была в начале игры я не знаю как такое возможно когда у тебя есть доступ к океану но он говорил что именно так поэтому интересно будет посмотреть вместе с вами попробуем посмотреть и проанализировать что давайте хотя бы стрелочкой жахнем по кому-нибудь 35 и 60 35 это 70 урона 35 25 30 30 ну мы можем сами тогда сделать вот таким вот образом и это наверное максимум воскресить все три стека ему будет гораздо сложнее поэтому кого-то он все равно 1 потеряет я так понимаю что крестоносцы для него да не столь важны а так он и монахов решил тоже не поднимать минус монах минус крестоносец в принципе больше ему убить и не мог да архи это зло здесь на этой карте оказались так еще одна битва ну да должен покупать героев и должен начинать минусовать этих героев 85 сколько здоровья 3 по 22 это 66 значит надо дорогой пользоваться стоп здесь даже больше ну тогда это даже еще более выгодно нежить мы ему все равно не перебьем поэтому просто хотя бы ключевые какие-то стейки для него это уже началась новая неделя поэтому он уже скупает новые приросты это как раз преимущество красного цвета который он отлично использует всем хп все здоровье у монахов на большие не хватило ну что мы остались без городов давайте посмотрим как соперник ходил одного героя спрятал внутри города вторым убил нам героя и продолжает просто отсиживаться кстати верхний город оставил пустым немножко не поняла что случилось куда он дел армию инхам а я же не могу теперь смотреть сколько армии за того что таверна то у меня нету ясно ясно все понял тоже одна из особенностей ну пока продолжим гнуть свою же линию забрали единичек нам теперь не хватает да тогда сделаем такую вот единичку для прикрытия немножечко повоюем чуть еще не присоединяться тут даже можно не пытаться да давайте повоюем и заходит вода вот под книжку воды это замечательно бы нам зашло но видите и эти убегают они не хотят к нам присоединяться это повал ребят ну что осталось еще один ящик пандоры попробовать стырить после чего можно будет смело сдаваться ну скорее всего и я не вижу аутов особых к сожалению делать то нам особо нечего куда тут можно еще сбегать или высадиться особо некуда так ты на месте ты на месте маликит в темноте нашел еще чуть-чуть ресурсов все пожалуй мы можем с вами на базаре выменять немножко ресурсов чем пожалуй сейчас и займемся просто потом у нас такой возможности не будет он убьет мне героя и не только этого вот так мы сразу наменяем с вами золото как можно больше все убежали и наверное все ну вот он атаковал да убивает меня аджета ну это понятно я аджета перед ним и засветил как раз очередной денечек нашего выживания на карте повторяем ход соперника он продолжает просто сидеть и удерживать города в принципе понятно зачем это конечно же делается чтобы я был вынужден атаковать какой-то город а у него типа везде были герои которые будут защищать эти города ай-яй-яй не хватает одного шага представляете ну как так эх ладно ну цикл по мы никак не пробьем к сожалению к сожалению никак мы тут поближе можем с вами просто стать если что землетрясение да да лучше в принципе какая разница так а тут бежать нам вообще никуда да да такие есть тут на месте тут можно сюда еще как-то попробовать в темноту сбегать может там что-то найдется так в целом делать нечего да следующий ход повторяем ход соперника по традиции мне вот интересно сольем партию даже не подравшись или все-таки на бой с соперником успеем 15 к опыта вы представляете как это экспертить магию воды когда уже книгу воды у тебя из-под носа забрали за день до того когда ты мог это забрать это просто капец и не сказать иначе везде герои у него сидят серьезные ну не знаю пришло время наверное сливаться на каких-нибудь нейтралах может это будут циклопы или огненные птички сольемся на огненных птичках или архимаги тут как бы вообще без разницы кого ты будешь и где трогать ну с соперником нет смысла сражаться ладно давайте поехали сливаться на циклопах и на этом гг вот нам об этом и говорят собственно цепнушка да просто расстреляют просто расстреляют эх что им не понравилось ничего не понятно сольем все ману заодно здесь и на этом сдадимся поздравим соперника с победой молодец что переиграл абсолютно заслуженно это сделал все окончательно цельный слив тогда делаем с вами вот уточки на огненных птичках да без замедла сразу можно было сдаваться наверно если не дают то уже все да все сливаемся на этих птичках хотя бы это красиво можно сделать цепнушечка все на этом все ребят надеюсь что партия чем-то вам понравилось я конечно удовольствие не получил от партии но это связано не с тем что там проиграли а с раздача с раздача с раздача да не повезло это на любом шаблоне могло быть такое единственное что можно сказать что не получил удовольствие из-за того что не сыграли за один присест в принципе те кто давно подписаны знают что когда партия играется не за один присест то теряется весь настрой многое забывается и это уже превращается в какую-то санта-барбару вот как то так итак ребят вот сейчас загрузились и давайте посмотрим расклады молодцы за ван поехали смотреть итак соперник жаловался на расклад так два героя у него было на первый день во первых он не пробил кабанов которых пробивать очень легко можно ну гоги ладно тут еще 50 на 50 целых два склепа что по золото очень неплохо из минусов стоит отметить что заблочена лесопилка у него зато бесплатный играет для коней что тоже неплохой плюс есть улик вот есть еще ресурсы которые тоже легко отбиваются тоже очень легкая охрана тоже на первой неделе в первые дни пробивается так дальше вот здесь с элитными стрелками не очень так из того что не повезло серьезная охрана которую сложновато пробивать это стрелки без которых не будет доступа к воде а на воде впредь в принципе нормально насыпало ресурсов стоит отметить да реально насыпало нормально тут тоже неплохо здесь в принципе более менее пропорционально то есть по воде сказать что кому-то больше кому-то меньше насыпало нельзя давайте посмотрим какие у него тут доступы были у него тоже была река но это больше такой залив вот у меня если полноценная река вот тут вот идет видите она нигде никуда не выходит она такая внутренняя то его река она выходит к океану океан ему ну точнее просто река даже дает доступ сюда здесь у него слева раз хороший артефакт тут два хороших артефакт тут хороший артефакт на здоровье здесь ну то есть ему на статы на здоровье насыпало пандорочка была ну трыжа да мне его нравится конечно больше ой 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 какая грязь ребят оказывается на карте было три родных для него города да да рандомчик это же улик вот уликов тоже ему хотя как ему вообще-то доступ через океан у него только к этому городу мне только через одну зону пробежать сначала со штрафом добежать как-то сюда найти ресурсы на лодку сесть в нее и проплывать очень долго надо с битвами туда аж можно сказать что это да это тоже его зона ну эту зону мы хорошо видели вот здесь он а вот здесь хотя бы цитаделька была хоть какой-то плюсик да и вот картограф и тут тоже на статы кстати и опять же зона к нему ближе мои же зоны вот эта зона примечательна тем что на ней есть улик и два внешних жилища монахов есть вот эта вот зона в которой ну единственное что мне дали на статы это вот эта вот дубина пандора на опыт книга воды здесь вообще больше артефакты под стрелков дали в принципе я на стрелкове делал изначально ставку но это из-за того что я через воина решил сыграть здесь тоже кстати один улик дали ой-ёй-ёй-ёй-ёй какая же топовая зона здесь была рядом вот если бы я сюда попал через меч правосудия можно было бы не кисло статы поднять а я что-то думал что тут его город но опять же он сюда раньше попал потому что это его зона так что если бы я туда уже прыгнул мне бы уже ничего не досталось давайте проверим что там за ящики пандоры здесь 15 тысяч опыта здесь у него в ящике пандоры что было давайте проверим вся магия первого уровня кстати неплохо утопии на карте получается не было ну книжка воды само собой так тот ящик пандоры мы даже вот тут еще интересно посмотреть у меня была возможность я тогда пропустил этот ящик пандоры вообще надо было брать 5000 чё потом видите на опыт пандорок на опыт в основном набросала на карте ну и к сожалению видите у него все зоны с большим количеством артефактов причем хороших артефактов нам с артефактами не повезло плюс у него доступ к океану у меня доступа к океану нет что еще внутри родных города на карте это очень сильно у меня только один плюс у меня доступ вот раз зона два зона 34 из этих четырех зон только одна зона без штрафа все остальные мне надо медленно и нудно на них перемещаться причем еще даже одна зона со штрафом она здесь переблочена то есть мне сначала надо в эту зону бежать с этой зоны начинать бежать сюда что очень долго охране были довольно серьезные которые вначале понятное дело не возьмешь ну вообще вот если возвращаясь назад как надо было играть надо было изначально качать мага вот играя через мага возможно какие-то шансы здесь у меня бы и были ну а так если посмотреть по зонам и по раскладам ну конечно все гораздо хуже у меня был лучше старт из-за того что у меня очень простенькая охрана стояла которую легко можно было пробить у него был старт сложнее из-за того что сложнее пробить охрану но опять же тебе самое главное отстроить коней и после отстроенных коней они пробьются легко сколько здесь орков было давайте посмотрим 23 23 орков в принципе на первой неделе пробивается то есть на первой неделе уже можно было бы пройти сюда особенно если через мага пробиваться либо через каких-то грифонов а у него фейки были можно фейками было фейк поделить на двойки тройки в первом раунде стреляют вообще по фейкам ты занимаешься отстрелами потом там какая-то пехота подходит там копейщики или кто-нибудь еще да и занимаются добиванием что-то в этом роде да ну на статы смотрите 1 2 так два колечка вот на статы 3 на статы 4 на статы 5 и на статы 6 и вообще доступ у него к скольки зонам раз два три четыре пять все через океан вот ему достается пять зон а у нас доступ четырем зонам то есть на одну зону у нас меньше река по сути если бы не река а эта река была залив как у него то очень даже интересная партия могла получиться даже с учетом того что зоны у меня были бы похуже возможно удалось бы добраться до хороших зон раньше него и тогда были все шансы а так конечно именно река и не менее доступа в океан на водной карте это конечно сыграло огромную роль из-за этого вот когда тебе хуже сдает такие вот проблемы которые тебя замедляют еще больше они твои шансы еще сильнее понижают но в целом первой неделе как она сыграна я доволен ну а дальше сыграна не лучшим образом но с другой стороны тут и шансов было в принципе выиграть не так уж много ладненько у меня на этом все всем пока надеюсь партия была интересна до новых встреч с вами был армак до новых встреч а и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...